Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Артем. Я представляю компанию 1S Bittrex и сегодня мы представляем вебинар, как привлечь клиентов на сайт туристической компании, которая компания 1S Bittrex проводит совместно с компанией интернет-клиент. Рад вас приветствовать. Спасибо, что вы нашли время и присоединились к нашему вебинару. Надеемся, что информацию, которую мы сегодня вам расскажем, окажется полезной для развития вашего бизнеса или для помощи в рабочих процессах, связанных с сайтами в туристическом бизнесе. Ну и всегда приятно рассказывать о такой замечательной теме, вообще как-то вспоминать об отдыхе, о туризме. Я думаю, что должно только из этого быть все очень позитивно. Давайте я расскажу немножко о вебинаре. Вебинар, как я уже сказал, мы проводим совместно с компанией интернет-клиент. Коллеги, именно Мария Смирнова, представят доклад про развитие и создание сайтов в туристической сфере и представят, я так понимаю, некоторое готовое решение, которое они разработали для этих задач. И далее я расскажу уже о платформе 1S-Bitrix, о том, как с помощью нее вы сможете управлять сайтом, организовывать продажи, организовывать коммуникации с клиентами на вашем сайте и других особенностях, других преимуществ, которые может предоставить наша платформа для данного бизнеса. Вебинар у нас продлится примерно полтора часа. Я надеюсь, что вы будете активно участвовать, задавать вопросы. Вы можете использовать секцию questions. И мы постараемся вместе с Марией обращаться к вопросам. Ну, я думаю, что это можно делать по ходу докладов. Я надеюсь, что будет что-то в режиме диалога. Обязательно говорите, что вас больше заинтересовало, что вы могли скорректировать свой рассказ. Ну что ж, предварительно программа выглядит так. Сейчас я переключу презентацию на Марию, на компанию интернет-клиент. Пару вопросов. Единственное, что я вас уточню насчет звука и изображения. Хорошо ли нас слышно? Как вам? Видно ли вам изображение? Пожалуйста, напишите. В чат, да, в questions. Отлично, вижу, спасибо. Громко, тихо. Ну, смотрите, то есть, если будут какие-то проблемы, пишите. Мы постараемся как-то оперативно на них отреагировать. Ну что ж, супер, супер, спасибо. Давайте тогда начинать. Да, еще важный момент. Наш вебинар записывается, поэтому в ближайшее время после окончания мы выложим эту запись на сайт, где вы сможете, например, заново посмотреть или возобновить моменты, которые вы, может быть, пропустите. У всех дела, мы все понимаем. Ну что ж, вводная часть завершена, тогда я переключаю на Марию. Мария, доброе утро. Да, мы увидим ваше изображение. Пока вас не слышно. Надеюсь, что звук сейчас появится. Так, вот так меня слышно? Да, так вас слышно, отлично. Здравствуйте. Тогда прошу ваш доклад. Замечательно. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Смирнова Мария, я представляю компанию интернет-клиент. Если кто-то не знаком с нашей компанией, в двух словах расскажу. Мы занимаемся созданием сайтов и всеми видами продвижения популярными. И так... ...колько лет назад поняли, что туристические агентства — это очень-очень маленькие компании, и какую-то глобальную разработку сайтов они просто не могут себе позволить. Поэтому для них очень важны готовые решения, которые были бы достаточно экономичные, простые, и в то же время отвечали специфике туристического бизнеса. А вот за годы работы с туристическими компаниями мы как раз-таки поняли, что там есть достаточно специфические вещи, которые необходимо отражать на веб-сайте туристического агентства. Вот сегодня я бы хотела вам рассказать о как раз-таки этой специфике, в чем она заключается, и что нужно обязательно предусмотреть, когда вы делаете сайт для компании, которая занимается туристическим бизнесом, для туристического агентства, либо даже для туристического оператора. А также мы вас познакомим с нашими готовыми решениями на платформе 1S Bittrex для туристических агентств. Сейчас я включу презентацию. И продумаю свой рассказ. Значит, если говорить о том, что такое эффективный сайт для туристического агентства, то хотелось бы отметить несколько важных моментов, которые мы используем в своей работе. Я очень советую вам, будь вы представляете веб-студию, либо само туристическое агентство, очень серьезно над каждым из этих пунктов подумать, разобраться в нем и обязательно применять в веб-разработке, которую вы делаете на нашем ли готовом решении на платформе 1S Bittrex, либо там что-то другое вы будете делать, тем не менее. Значит, прежде всего, хотелось бы сказать, что эффективный сайт, не только туристический агентство, но и в целом, это сайт прежде всего отчуждаемый. Мы об этом сегодня поподробнее поговорим. Что такое отчуждаемый? Это сайт, который принадлежит заказчику. У заказчика есть доступ к исходным файлам этого сайта. Он может вносить туда любые коррективы, как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения функционала, контента и так далее. Мы на последующих слайдах поговорим о том, что туристическая отрасль особенно этим страдает. Очень много готовых типовых решений делаются по технологии сайта The Service. Соответственно, данные сайта являются неотчуждаемыми. И не то, чтобы это стопроцентное зло. Есть ситуации, когда такого рода сайты приемлемы для компании, но здесь важно, чтобы заказчик знал, что у него именно такой сайт и какие при этом риски он несет. Об этом чуть попозже. Но в целом, как наша практика показывает, лучше, конечно, чтобы сайт был отчуждаемым. Благо сейчас, благодаря нашим, например, решениям совместно с Битриксом, есть экономные недорогие решения, которые, собственно, делают возможным иметь отчуждаемый сайт, свой собственный, при этом бюджетный. То есть необходимости в туристических САС решениях я, честно говоря, на данный момент не вижу. Вот. Следующее, что очень важно здесь же понимать, что сайт должен быть функциональный, с желательно туристической спецификой, да, и масштабируемым. То есть если каких-то функциональных возможностей на сайте не существует, то должна быть техническая возможность эти функциональные возможности доделать. Вот. Далее. Сайт должен быть интегрирован с туристическими сервисами, да. Это очень важная часть, важный момент именно, вот, скажем так, этим блоком наш продукт, наши типовые готовые сайты для туристических агентств отличаются от всего того, что можно встретить на рынке, причем кардинально, да. Наши сайты интегрированы с ведущими туристическими сервисами по подбору тура, бронированию тура и так далее. Мы подробнее об этом сегодня поговорим. Далее. Сайт должен быть обязательно готов к продвижению. Этим тоже многие готовые туристические сайты, представленные на рынке, очень грешат. Безусловно, сайт должен быть привлекательный, да, для того, чтобы посетители не просто находили там всю нужную информацию, но и также, чтобы сайт поддерживал их туристическое веселое настроение, радостное, а не угнетал его. И, безусловно, у сайта должна быть удобная система управления контентом, для того, чтобы простой менеджер, а не программист, мог зайти в админку, добавить новости, спецпредложения, фотогалерею, что-то и так далее, тому подобное. Вот поподробнее про отчуждаемость сайта поговорим. И это, прежде всего, касается этот разговор представителей туристических агентств, если они сейчас слушают наш вебинар. Менее, наверное, об обстуде. Для них, наверное, все понятно, о чем здесь идет речь. Так вот, а если вы представляете туристическое агентство, вы просто директор или менеджер, и в техническом аспекте не очень разбираетесь данного дела, и сейчас только выбираете платформу, на которой будет создаваться ваш сайт, разработчика и так далее, я вас очень призываю обратить внимание на этот момент. Дело в том, что, покуда вы будете обращаться в разные компании с запросом на разработку туристического сайта, вы будете получать различные предложения, и часть из них будут касаться создания сайтов по принципу сайта за сервис. Что это такое? Это значит, что вы получите сайт, и он будет выглядеть, скорее всего, даже достаточно хорошо. В нем будут те функции, которые вам сейчас предлагает разработчик, даже туристические сервисы там, возможно, будут. Проблема таких сайтов состоит в том, что фактически вы берете сайт в аренду, то есть у вас нет доступа к исходным файлам данного сайта. Вы не сможете внести никаких существенных изменений на данный сайт, то есть можете только менять его наполнение, и то в определенных местах, вот в туристических готовых сайтах, сделанных по этой технологии, очень актуально. Часто бывают каталоги стран, курортов, отелей вообще нередактируемые. То есть у вас на сайте будут эти каталоги, они уже будут наполнены, в этом есть плюс, это очень удобно, не надо время тратить на наполнение, но если вы захотите какую-то свою информацию внести про данную страну, либо курорт, либо отель, например, заменить какие-то уже старые фотографии неактуальные отеля на новые, вы туда съездили, в рекламник ранее у вас есть, вы не сможете это сделать. Это такие вот минусы. То есть если вы, не дай бог, рассоритесь с разработчиком, захотите его поменять, другую компанию привлечь, или у вас в штате появится программа или что-то, в общем-то, ни сторонняя веб-студия, ни ваш программист штатный не смогут дорабатывать функционал данного сайта. Все доработки будут возможны исключительно через ту компанию, у которой вы покупали сайт. При этом, здесь тоже важный нюанс, нужно уточнять. Некоторые компании делают доработки персонально для вас, по вашему заданию, некоторые компании не делают персональных доработок и делают доработки только продуктов в целом, да, то есть, например, у них не было горящих туров, да, вот теперь они с следующим релизом появились, горящие туры, и они появляются у всех, кто купил этот сайт. Независимо от того, хотите вы горящие туры, не хотите, может, вы их как-то по-другому хотите, вот, тем не менее, будут все одинаковы. Значит, в чем плюсы таких сайтов, сделанных по такой технологии? Они, в общем, есть. Обычно это самые дешевые сайты, и там тарификация бывает двух видов. Есть одноразовый платеж, он тоже обычно достаточно небольшой, буквально там 2-3-4 тысячи рублей, 7 тысяч, но зависит от, опять-таки, поставщика и функциональности. Есть разные там тарифные планы, надо выбирать. Вот, и есть ежемесячная абонентская плата, да, вот, в районе, там, например, 300-400 рублей. И, в принципе, это подкупает обычно туристические агентства, потому что из всего ассортимента предложений, которые они получают, когда хотят заказать себе сайт, эти предложения самые дешевые. Причем те сайты, которые они ведут в портфолио исполнителя, это, часто, достаточно привлекательные сайты, много компаний, которые уже заказывали и так далее, и так далее. В общем, в принципе, если надо срочно запустить сайт, если никаких серьезных требований к функционалу нет, и, в общем-то, бюджета тоже нет, то, в принципе, на старт это неплохой вариант. То есть, но здесь важно для себя понимать, да, что ограничение... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Такие сайты предполагают, что вы можете редактировать контент только в определенных разделах, таких, например, как по компании, какой-то есть текстовый блок на главной странице, контакты, вакансии, вот такие вещи. Если говорить о очень важных для туристических агентств разделах, таких, как каталоги стран, курортов, отелей, то там редактировать наполнение, контент, тексты, фотографии, видео невозможно. Они поставляются уже вместе с сайтом и обновляются разработчикам. Почему и следующий недостаток? Такие сайты обычно не готовы к продвижению. Почему? Потому что продвижение сайтов туристических агентств происходит в основном как раз таки благодаря вот этим каталогам стран, курортов и отелей, да, особенно по низкочастотным запросам. В данном случае у вас проблема состоит в том, что тот контент, который размещен на этих страницах, он не уникален. То есть все те десятки и сотни агентств, которые купили аналогичный сайт, там везде один и тот же контент. Более того, этот контент обычно еще и напичкан ссылками на туристические сервисы того разработчика, у которого вы купили данный сайт, что тоже негативно влияет на продвижение. Как мы уже сказали, функционал как есть вы получаете и есть проблемы с его доработками и расширение функционала у многих разработчиков делать сразу для всех, а не по вашему персональному заказу, хотя у некоторых есть такая возможность. И еще одна очень важная штука в сайтах состоит в том, что часто их делают именно под туристическую специфику, здесь все хорошо, есть каталоги стран, курортов, отели, есть поисковик туристический, поиск тура, но очень часто как раз таки вот эти сайты готовы делать как раз таки производитель данного поискового модуля. Например, это касается компании турадмин с его турпоиском или туриндексом, либо эта компания слетать, год назад открывшая свою веб-студию, и они делают сайты теперь тоже, и там стоит их поисковик. Проблема в том, что если вы покупаете такой сайт, и он сделан по технологии SaaS, то вы не можете открепить оттуда поисковик, либо вообще, то есть вам придется поменять сайт, если вы хотите поменять одного поставщика поиска тура на другого, вот, либо если все-таки вы отчуждаемый такой сайт купили, то вы сможете это сделать только с помощью программиста, да, но если мы говорим о SaaS решениях, то вообще никак, если там стоит поисковик, то все, он именно такой фирмы. Более того, есть готовые туристические сайты, у этой технологии сделанные, например, на Юме я такие видела, на Мегагрупп, там вообще нет никакого поисковика тура, да, то есть никаких туристических сервисов нет. Если вы захотите туда добавить туристический сервис, у вас ничего вообще не получится, да. Вот, ну, давайте будем двигаться дальше, здесь, я думаю, все понятно. Вот я уже говорила про аренду контента, да, то есть вместе с таким арендуемым сайтом вы еще получаете в аренду контент, да, то, что мы говорили в каталогах стран, курортов и отелей. Еще раз обращаю ваше внимание на минусы такого контента, собственно, там нельзя опубликовать свой контент, и этот контент не пригоден для продвижения, вот. Плюсы тоже очевидны, если кто-то когда-то пытался наполнить каталоги стран, курортов и отелей для туристического сайта, представлять какая-то адовая работа. Это, честно говоря, не один год даже работы, а команды для того, чтобы наполнить эти каталоги уникальными интересными текстами, да. Они, безусловно, дают взрывной просто SEO-эффект замечательный, вот, и продвижение компании становится там буквально очень недорогим, вот. Но для того, чтобы прийти к такой точке, нужно действительно потратить огромное количество времени, усилий хорошего контейнщика и так далее. Микроагентство на это просто не способно, поэтому, в общем-то, для них такой вариант неплох, когда есть каталоги в аренду. С другой стороны, если вы представляете немаленькое агентство, да, сетевое, например, агентство, либо онлайн агентство, то есть агентство, которому очень важно продвижение, очень важно генерить большой трафик на сайте, то арендованный контент, конечно, не подходит категорически никак, вот, то есть вам нужно тогда покупать такой сайт или делать такой сайт, обязательно отчуждаемый, где у вас будут каталоги стран, курортов, отелей, экскурсии также, достопримечательности, да, где вы сможете самостоятельно создавать карточки стран, курортов, отелей и прочие элементы. И наполнять их уникальными текстами, изображениями и так далее, и так далее. Вот. Это отчуждаемая, собственно, каталоги. Там есть, однако, минус очень важный, который состоит в том, что такого рода каталоги проблематично связать с поисковой выдачей. Туров. Когда вы осуществляете поиск тура, то появляются предложения, да, в которых есть ссылка, например, на отель. По умолчанию эта ссылка на отель ведет на те сайты поставщика данного поисковика, на которых, собственно, есть данного рода описания. Например, если у вас стоит поисковик от турадмин, да, то ссылка на страничку отеля будет вести на их сервис Top Hotels, известный, да. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это плохо. Хорошо, потому что Hotels это популярный ресурс, и я думаю, многие из вас обращаются к нему часто, и я обращаюсь. Там много отзывов, все на русском языке. Все хорошо, с другой стороны, это ресурс, напичканный рекламой других туристических агентств. Фактически вы своего клиента отдаете на растерзание, в общем-то, другим компаниям, да, вы его, скорее всего, потеряли после того, как он ушел на данный ресурс. И вот та же проблема, собственно, с любым поисковиком, да, то есть та ссылка, которая на отель идет в результатах выдачи, она в лучшем случае ведет на некую страничку во фрейме, где даже, может быть, в обрамлении вашего сайта появляется вот этот неуникальный контент, но в нем часто есть ссылки на внешние какие-то сервисы, да, или, по крайней мере, ссылка на сайт, который, собственно, предоставляет поисковик. По ней, опять-таки, можно перейти и увидеть там все многообразие, там, у туристических агентств, и сейчас многие эти компании даже сами туры продают. В общем, такая вот не очень хорошая штука. Она, кстати, касается, независимо от того, какие у вас каталоги отчуждаемые или неотчуждаемые, поисковая выдача все равно идет с ссылкой на вот эти внешние отели. Так вот, если у вас каталоги отчуждаемые, тем не менее, есть возможность связать свои каталоги с вот этой поисковой выдачей. Это достаточно большая работа программиста и не дешевая, но если вы представляете крупное агентство, сетевое, онлайн-агентство, я очень рекомендую эту работу сделать для того, чтобы ваш драгоценный трафик не утекал куда-нибудь, куда вам совершенно не надо это делать. Вот. Так. Теперь следующий вопрос, который вы, наверное, зададите. Как же выбрать поиск туров на сайте? Ой-ой-ой, вот здесь я вижу, что при пересохранении презентации у меня слетели логотипы поставщиков, остался только один. Это не потому, что мы рекомендуем эту площадку, техническая неполадочка. Ну, я перечислю их устно, в общем-то, без проблем. Значит, на сегодняшний момент, когда вы будете создавать туристический сайт, вы также увидите, что кроме различных предложений по созданию туристического сайта, существуют еще и различные компании со своими предложениями, которые предлагают установить на ваш сайт свои туристические сервисы. Ну, что это за туристические сервисы? Прежде всего, это, конечно, поиск готовых туров. Вот, это горящие туры, различного рода спецпредложения. Это экскурсионные туры. Это могут быть железнодорожные билеты, авиабилеты, в общем-то. Это могут быть круизы речные. То есть, есть достаточно, могут быть не речные круизы, могут быть круизы морские, тоже есть сервисы такие. То есть, достаточно увесистый такой перечень сервисов. Это обычно некий скрипт, который нужно поставить на сайт, и он уже с готовым дизайном. И актуальность предложений с актуальными ценами. Собственно, если я вот здесь немножко отступлюсь, то для кого-то не очень понятно, зачем это вообще нужно. По туристической специфике, я думаю, представителям турагентства все понятно, веб-студии, может быть, не очень понятно. Дело в том, что кто-то нам задастся вопросом, почему туры нельзя сделать каталог туров в админке и заносить туры в админку в агентство. Вот нельзя, потому что если вы просто с точки зрения элементарной комбинаторики посчитаете, тот же Египет возьмет, у которого тысячи отелей, у каждого отеля существует несколько, достаточно емкая тарифная сетка, которая состоит из различного рода номеров. То есть, есть номера стандартные, есть VIP, есть CV, есть различного вида размещений. Есть размещение там сингл, дабл, там втроем, вчетвером и так далее, да. Есть размещение с различного вида питания, есть там все включено, есть только завтраки, только обеды, только ужины, завтрак, ужин, да. Вот если вы хотя бы вот то, что я сейчас назвала, хотя это далеко не все вариации, которые в отеле есть, перемножьте, ну, между собой, да, вы получите уже только для одного отеля, если говорить языком программирования, там тысячи строк, да. Вот, и при этом отелей тысячи, и при этом они еще каждый день эти цены меняют, и при этом они еще зависят от курса доллара, при этом цена зависит еще не только от того, какие цены в отеле, она еще зависит, это же готовый пакетный тур, в него кроме цены отеля входит еще трансфер, еще входит авиабилет, еще там входит страховка, в общем, и все это каждый день меняется, и все это зависит от того, сего пятого, десятого. В общем, на самом деле база данных туристических операторов – это очень страшная вещь, да, и это очень мощные команды, которые работают с тем, чтобы поддерживать их в актуальном состоянии, чтобы они были вообще разбортоспособными. Поэтому не то, что маленькое, даже среднее, достаточно крупное туристическое агентство не может самостоятельно формировать эти базы туров. Я уж молчу о том, что эту информацию нужно откуда-то получать, да, от всех отелей. В общем, технически, если вдуматься, это такая работа, не имеющая смысла, да, для обычного туристического агентства. Поэтому существуют компании, которые занимаются тем, что агрегируют информацию от туристических операторов, да, в одну базу, вот, и предлагают сайтам туристических агентств разместить у себя на сайте поиск тура, который будет обращаться к этой базе и показывать на сайте турагентства релевантные туристические предложения, да. Вот, поэтому, собственно, на наших семинарах и вебинарах туристических мы никогда даже не обсуждаем вопрос, там, надо свой поисковик туров делать, не надо, хотя периодически к нам приходят туристические агентства с бредовой, на мой взгляд, идеей, давайте сделаем свой поиск туров на сайте. Ну, если есть несколько миллионов долларов, можно попробовать. Вот, поэтому выбирайте компанию, которая уже сделала эту работу, и она вам дает за абонентскую плату доступ к своей вот этой гигантской базе данных. Значит, хочу обратить внимание, что компаний этих несколько, и, в общем-то, и по количеству туров, которые представлены в их базе, по количеству операторов, которые представлены в их базе, по количеству стран, это разные компании. Более того, они собирают туры с помощью разных технологий, да, что тоже влияет на качество поисковой выдачи, да. Сказать, что есть какая-то, вот, основной вопрос, который туристические агентства задают, у какой компании наиболее актуальные цены и наличия, да, вот, цены и наличия, это вот для туристических агентств самое важное при выборе данной платформы, да, данного партнера. Я, честно говоря, все время говорю, что этот вопрос не совсем к нам, вот. Одно могу сказать, что грешат все, то есть сказать, что есть какая-то там платформа, какой-то поставщик туров, да, эта компания, и прям у них свежие актуальные цены, невозможно. Это невозможно также сделать потому, опять-таки, ввиду специфики туристического бизнеса, потому что, собственно, актуальный пакетный тур, это вообще такая иллюзия, вот. Я думаю, все вы когда-либо покупали путевки, там, в Турцию и Египет, прекрасно понимаете, что, в общем-то, поскольку тур состоит, опять-таки, из нескольких элементов, да, это и авиабилет, это и номер в отеле, то в большинстве случаев все равно приходится эти вещи перепроверять в разных системах менеджеру и подтверждать вам, вот. Если только вы не за полгода покупаете тур, где, скорее всего, все хорошо с наличием и с ценами, да. Вот, поэтому я все время агентствам говорю следующее, что сильно не заморачивайтесь на эту цену, на эту тему. Ваша задача показать у себя на сайте приблизительно цену, да, то есть при этом любой опытный турист уже даже и не ожидает, что у вас там будут прям точно-точно верные цены, да. Поэтому вот на этот момент обычным турагентствам я предлагаю не заморачиваться. Есть сложность с онлайн-турагентствами, которые онлайн продают туры. То есть им важно не просто показать поисковую выдачу, но и сделать кнопку «Купить» и дальше, собственно, с продажи тура. Вот, а здесь, соответственно, есть проблема, потому что если ты не уверен в том, что тур есть в наличии, и что он столько стоит, достаточно стрёмно его продать. Вот, но на самом деле здесь проблема решается следующим образом. Онлайн-турагентства обычно программным образом закладывают определенные риски в алгоритм создания цены у себя на сайте. Они не просто берут цену, которую показывает система поиска тура, они к ней могут добавлять, например, какой-то там процент риска, да. Есть агентства, которые ничего не добавляют, они просто могут вернуть вам деньги. То есть вы оплачиваете тур, с вами связывается через 5 минут менеджера, говорит, что данный тур не подтверждается, мы вам возвращаем деньги. Есть целая банковская процедура, сейчас, наверное, удоражится у вас в мозгу мысль о том, что есть процент за транзакции, и, соответственно, если вы так деньги туда-сюда возвращаете, то будет плохо. На самом деле есть схемы, которые позволяют нивелировать эту проблему. Деньги на счету у клиента не списываются, они бронируются, да, там, на какое-то время. И если вы не подтверждаете данный тур, бронь снимается, подтверждаете, списывается. Есть такой алгоритм, есть алгоритм работать по онлайн-платежам, если вы представляете маленькое туристическое агентство с вот этими вот компаниями, которые поставляют туры, у многих сейчас есть свой эквайринг, соответственно, вы данные все головной боли проблем вообще снимаете со своей головы, да. Вот. И у них вот ровно так работает, поэтому вы можете не переживать. Но в любом случае, когда клиент вам перечисляет деньги, это некий депозит, который может превратиться в тура, может не превратиться, а может там по желанию клиента дальше обратно вернуться к нему на счет. Вот. Значит, вот этот момент важный при выборе системы поиска туров, то есть вам необходимо поанализировать, насколько там качественная выдача, да, с точки зрения актуальности туров и цен на эти туры, да. Здесь вам веб-студия, если вы представляете туристическое агентство, веб-студия особенно не поможет, поэтому можете даже не мучить студии. Это исключительно менеджерская работа туристического агентства, выбрать данную систему по качеству, да. Потому что вы знаете, сколько сейчас стоит там тур в такой-то отель у такого-то оператора. Мы как-то очень, в общем, от этого достаточно далеки, да. Вот. Поэтому посидите денек, покопайте все эти системы, для себя сделайте вывод, вот, и выберите по данному критерию. Значит, очень важный момент – быстрота работы поиска. Сейчас вроде у всех с этим нормально, но, тем не менее, нужно держать руку на пульсе. Иногда бывает так, и были случаи, когда там кто-то из операторов начинал очень медленно работать, да. Вот. Это, видимо, связано с какими-то техническими проблемами на стороне оператора, да. Вот. Но вот как раз-таки вот здесь, и очень важно вспомнить про отчуждаемость сайта, да, и про возможность смены оператора у себя на сайте. Еще раз напомню, что если у вас сайт неотчуждаемый, то оператора вы сменить не можете. И если у него какие-то технические проблемы случатся, вы будете с ними жить до тех пор, пока вы не поменяете себя, не сделаете новый сайт. Вот. Вот такой момент. Форма интеграции. Значит, тоже очень важный момент. Мы его уже немножко коснулись. Если у вас, вы представляете микротуристическое агентство, все достаточно просто. Вам нужно брать самую простую форму интеграции, обычный виджет, который просто вставляется на сайт в виде фрейма, и, соответственно, таким образом работает. Даже если вам предстоит на сайт свой, где нет сейчас поисковой системы, добавить такой виджет, вашему программисту это совсем быстро будет сделать. Никакой сложности совершенно нет. Вот. Однако, виджеты, это тоже такой арендный кусочек, как бы на вашем сайте, не позволяющий ничего менять в себе. То есть обычно операторы позволяют в виджетах поменять шрифт, фон, форму иногда поменять. Виджет может быть горизонтальной формы, как вот здесь на картинке, да, прям поисковичок может быть вертикальной. У некоторых можно отключить какие-то параметры данного поисковичка. Ну, как бы и все, да. Например, если вы хотите связать поисковую выдачу со своим каталогом отелей, такие вот уже, например, более сложные штуки, да, либо добавлять к цене, которую вам поставляет оператор туров, свой процент, вы уже не сможете это сделать, если у вас поисковик туристический, либо другой любой туристический сервис вставлен как виджет, да. Вот. Поэтому в таком случае вам необходимо искать такого поставщика туров, у которого есть возможность интеграции через другие технологии, например, посредством XMI. Вот. Надо сказать, что не у всех такая возможность есть, а даже если есть, вот тут уже надо подключать программистов, да, чтобы они изучали документацию данного поставщика, потому что не всегда она, скажем так, должного качества, и с ней легко работать, да. То есть я не буду говорить, о ком идет речь, просто для примеров, потому что наверняка эта компания уже исправилась, но вот три года назад была проблема с одной из компаний, о которых сегодня пойдет речь. Они постоянно меняли ID отелей у себя в базе. Зачем они это делали, я не знаю, но в итоге наш клиент, туристическое агентство, у которого была интеграция через XMI сделана, с данной системой, и к поисковой выдаче были привязаны свои отели, да. Каждый раз, когда по какой-то причине данный оператор менял ID отелей, надо понимать, что все рушилось на сайте нашего клиента, и приходилось восстанавливать, прописывать новые связи между нашими отелями и отелями поставщика для того, чтобы все заново заработало. Вот. Это, конечно же, просто некультурный момент с точки зрения программирования, да, но тем не менее. Такие вещи очень легко становятся понятными, если ознакомиться с документацией поставщика, если там бардак и хаос, или ее вовсе нет, ее не предоставляют, наверное, какие-то сложные интеграции не стоит делать в такой компании, да. Вот. Я вот здесь хочу в пример привести компанию 1S Bittrex, да, то есть, когда мы с клиентами ведем диалог о том, на какой платформе им делать сайт, особенно если речь идет о сложном сайте, я все время говорю, ну, посмотрите документацию CMS, да. Вот. Она должна быть развернута, понятная, детальная, техподдержка должна работать. Вот тогда с такой платформой не стремно делать большой, сложный, высоконагруженный сайт, да. Вот. То же самое и здесь, да, то есть, если предстоит сделать большой, сложный туристический портал с всевозможной интеграцией с поставщиком туров, то необходимо убедиться, что это достаточно квалифицированная компания, которая будет вас поддерживать и предоставить толковую документацию, да. Вот. Значит, есть у многих операторов возможно публиковать свои туры. Это очень важно для крупных туристических проектов, либо для небольших туроператоров, которые не могут делать там свою базу туров, потому что крупные все-таки они делают свою базу туров, туроператоры, и то не все. Вот. А маленькие не делают, да. Но при этом очень удобно для небольшого, например, туроператора воспользоваться готовым сервисом поиска туров, отключить там всех других туроператоров, включить только себя и загрузить туда свои туры, понимаете, да. Таким образом, достаточно экономично и дешево, там, туроператор может организовать поиск тура у себя на сайте, и там будут показываться, например, только его туров. Вот. Опять-таки уточнять, есть ли такая возможность у данного оператора поиска туров, да. Ну, и про связи с каталогами мы уже проговорили. И, безусловно, вот первым же номером у нас идет цена, которой я пока умолчала. Это самая важная штука, и цены совершенно разные. То есть есть простые поисковички с не очень актуальными ценами, не очень актуальным наличием, напичканной рекламой собственных сервисов. Вот. Так хочется ткнуть в кого-нибудь пальцем, но не буду. Они очень дешевые, там речь буквально идет про тысячу-полторы тысячи в месяц. Есть всякие акции, пакеты на месяца, на года. Вот. Если вы еще и сайт у них купите, другая цена будет. Вот. В общем, все для вас, да. С соответствующими ограничениями. Вы не можете поменять поисковик, вы не можете управлять ценами, вы не можете там на сайте что-то сделать и так далее. Но, тем не менее, все очень будет недорого. Значит, есть системы, которые позволяют делать очень много всего. Тот же самый софт, который здесь остался, торчит. Или мастер-тур еще. Но это достаточно дорогие системы. То есть маленькое турагентство, там платежи просто сотнями тысяч измеряются, лицензионные только. И маленькое агентство, безусловно, не может себе позволить воспользоваться такого рода сервисами. Значит, поэтому, вот когда мы говорим про выбор поставщика, нам нужно вот эти все, по всем этим пунктам пройтись, проанализировать, то есть критерии выбора, да, и, соответственно, выбирать. Главное, делать это, да, не импульсивно, а вот по определенным критериям. Расскажу, какие тут были картинки. Значит, здесь были компании «Слетать.ру». Запишите себе, пожалуйста. Здесь присутствовал логотип компании «Брони». Здесь присутствовал логотип компании «СПО-лайн». Здесь присутствовал логотип компании «Ехать». Здесь присутствовал логотип компании «Туры.ру». И, кстати говоря, это не полный, и мастер-тур еще, прошу прощения. Это не полный список операторов, которые поставляют туры, а, и турадмин еще, прошу прощения, турадмин, да, или туриндекс. Значит, это не полный список компаний, у которых можно купить или в аренду, точнее, взять базу туров в каталоге стран, курортов и отелей. В общем-то, компании появляются, есть нишевые компании, есть компании, которые занимаются только определенными видами туров, например, ЖД или авиабилетами только, либо речными, морскими круизами, либо экскурсиями только. В общем, в зависимости от необходимости, конечно, нужно выбирать еще и по направлениям. Вы можете у себя на сайте, безусловно, поставить различные поисковики различных компаний, да, просто смотрите, чтобы это органично выглядело, да. Нет смысла ставить там два виджета, например, от слетати от брони. Ну, технически никакой проблемы нет поставить, но ваши посетители, наверное, немножко с ума сходить на таком сайте будут. Однако, если вы хотите, например, поставить поиск тура от слетать, вот, и при этом хотите еще поставить, например, поисковик по речным круизам, там, от другой компании, без проблем вы можете это сделать. Здесь никакого диссонанса у посетителей возникать не будет. Поэтому выбирайте. Если у вас будут сложности какие-то с выбором, вы можете, в принципе, обратиться в нашу компанию, чем можем, поможем. Но еще раз хочу обратить внимание, что мы осуществляем, и в веб-студии все осуществляют помощь в такого рода выборе исключительно по техническим параметрам, да. Оценить, насколько данная компания предоставляет качественную подборку туров, к сожалению, такая туристическая задача, это вам самим необходимо у себя в агентстве решить. Так, значит, следующее, о чем хотела с вами поговорить, это про функциональность и... У вас должна быть возможность видоизменять ваш сайт, добавлять туда новые функции, новые возможности и так далее. Если говорить о минимуме, если вы представляете крошечное агентство, и, в общем-то, казалось бы, у него потребности очень маленькие, я рекомендую следующий обязательный минимум, без него все равно будет некомфортно в какой-то момент, да. Это навигация по сайту меню удобная, да, то есть, может быть, горизонтальным, вертикальным, как угодно, и должно позволять добавлять вам разделы. Это тоже очень важно обратить внимание, потому что, опять-таки, если мы возвращаемся к сайтам, сделанным по технологии SaaS, там часто бывает такая вещь, что в стоимость включено определенное количество страниц, там, например, 5-10 страниц. И, если вы, например, 15 страниц хотите, вы уже не сможете их добавить. За это нужно будет или доплачивать, либо это там вообще невозможно. Потому что какие-то такие странные вещи случаются, которые в договоре как-то мелко написаны, или вовсе там где-то на аферке на сайте, а люди расстраиваются потом, да, что даже там в меню хотели еще один пункт добавить, а он не добавляется. Если говорить об отчуждаемых сайтах, там, безусловно, таких чудес не может быть, все в порядке. Можно добавить любое количество пунктов в меню, ну, в рамках прекрасного, что называется, да, потому что если у вас горизонтальное меню, оно физически ограничено по ширине, да. Но можно добавить, например, подпункты к меню, выпадающие сделать, например, аккомпания. Внутри аккомпании могут идти подпункты, там, наша история, наша награда, наши вакансии, там, и так далее, да. Вот. Значит, это текстовые страницы информационные, да, то есть, во-первых, сами текстовые страницы, их на отчуждаемом сайте, опять-таки, может быть, сколь угодно много, да. Можете их добавлять через админку без проблем. Вот. Это такие блоки, как новости, контакты, очень-очень важные. Обратите внимание, чтобы они были в поставке. Туристические сервисы, самые базовые, это поиск тура, горящие туры и специальные предложения. Причем поиск тура и горящие туры для маленьких агентств, ну, безусловно, как мы уже обсудили, лучше брать от поставщиков туристических сервисов, да. Вот, а спецпредложения – это вещь, которую лучше сделать непосредственно у себя на сайте, для того, чтобы вы могли добавлять туда свои спецпредложения. Какая-то у вас идет акция, какая-то распродажа каких-то там туров, с каким-то отелем вы договорились о выгодном сотрудничестве, чтобы вы могли зайти в админку и создать такого рода спецпредложения, оно вывелось бы на нужном месте на сайте, да. Вот, удобная, функциональная, отчуждаемая, готовая к SEO-админка, да, движок. Если нас сейчас слушают, значит, представители турагентств, которые не знают, что такое движок, давайте я вот в двух словах буквально расскажу, хотя после моего выступления представитель компании 1S Bittrex подробно расскажет про платформу 1S Bittrex, это тот самый движок, админка, просто речи, да, если говорить. Пожалуйста, если вы не в курсе, не в теме, задержитесь и послушайте очень внимательно. Артем, вы что-то говорите? Да, да, я говорю, что время просто поджимает, поэтому, если можно, более сжатно. Да, мы уже заканчиваем. Да, вот, поэтому здесь не будем заостряться, пожалуйста, оставайтесь и слушайте. Я хотела обратить внимание на дизайн сайта туристического. Очень не будем здесь заостряться, хочу просто обратить внимание на то, что готовые сайты все уже поставляются с готовым дизайном. Если он вам не очень нравится, соответственно, вы можете заказать всегда редизайн. Вот, и если у вас ограниченный бюджет, то я просто советую не заказывать уникальный дизайн, а выбрать на популярных стоках готовый дизайн, сдать его в AppStudio, и она его перекроет под ваш сайт, и это будет значительно дешевле и быстрее. И поверьте, никто не догадается, что у вас не уникальный дизайн. Не зацикливайтесь на этом. Вот. И если вы представляете крупное туристическое агентство, либо сетевое, соответственно, есть еще дополнительные функции, которые сразу стоит заложить в проектирование сайта и выбирать, соответственно, все вышеперечественные функциональности в связи с этим. Это вот следующая вещь. Свои каталоги стран-куротов отелей обязательно свои, на сайте в админке должны быть эти функциональности. Значит, поисковик с возможностью загружать свои туры, как мы уже сказали, потому что у вас они, скорее всего, будут. Значит, интеграция поисковой выдачи со своими каталогами стран-куротов отелей, тоже то, о чем мы уже проговорили. Бронирование оплаты тура на сайте тем или иным образом, тоже мы об этом и говорили сегодня. Безусловно, это отчуждаемый сайт, готовый к SEO. Также рекомендуется, говоря о дизайне, заказывать адаптивный дизайн или приложение для популярных гаджетов. Ну и к дизайну здесь, конечно, стоит подойти более внимательно. Ну вот один из таких сайтов, очень хороших, в компании обновления, очень рекомендую вам посмотреть. Значит, про цены на сайты турагент. На рынке вы можете совершенно разные цены, которые вас с ума сведут, увидеть. От чего они не зависят, в принципе, мы с вами уже поговорили, да, то есть от функционала сайта, то есть будет ли это типовой сайт, либо под вас лично будут делать сайт, от, значит, марки движка и того, отчуждаемого он или нет, это будет зависеть от его качества, техподдержки, документации, да, то, что мы говорили. Дизайн его качества, уникальность, неуникальность. Марка поисковика тоже будет играть значение и формат интеграции на цену. Также наличие своих каталогов, либо арендных, и расходы на наполнение. Вот все это будет грузить, прям по пунктам пройдите, и вы поймете, за что с вас просят денег. Собственно, то, что мы в рамках своего опыта сделали для старта, для туристических агентств, это готовые туристические сайты на платформе 1С Битрикс. Мы выпустили три редакции, они называются Mini OptiMaxi. Это уже полностью готовые туристические сайты, их демо мы в чат выложим, ссылочки, и ссылочки на карточки в Marketplace, где можно сразу онлайн их купить. Собственно, сайты одинаково, абсолютно отличаются набором функций. В Макси представлены все функции, там есть меню навигационное, текстовая страница, любое количество новостей, онлайн-консультанты, поиск тура, есть горящие туры, спецпредложения, каталог стран, курортов, отелей, каталог экскурсий. Ну вот, это то, что там есть. В Opti есть все то же самое, кроме каталога отелей, и в Mini все то же самое, кроме каталога стран, курортов, отелей. Вот, соответственно, текущие цены вы сейчас видите, вы можете в нашей компании заказать к этим сайтам редизайн. Вот так они выглядят, эти сайты в типовом дизайне. Есть шесть готовых дизайн-тем, можно поменять. Еще опять-таки можно заказать редизайн, если хочется. Вот. Ну вот здесь то, что я уже сказала по опциям, по подробным функциональным характеристикам табличика. Значит, на что хочу обратить ваше внимание. В чем ноу-хау именно наших сайтов, и такого нет на рынке в принципе. Наши готовые туристические сайты интегрированы с несколькими туристическими сервисами. На данный момент это брони, слетать, ехать и туры.ру. Вы можете установить себе на сайт любой из перечисленных поисковиков и также горящие туры модуль. И для этого вам не нужно привлекать программиста или что-то. Вы просто заходите в админ, вы вот как здесь на сприншоте показаны, ставите, выбираете нужную систему и пишете клиентский ключ, который вам даст представитель данной компании. Если у вас этот ключ активный, он оплачен, то на сайте автоматически появится модуль поиска тура уже в нужном дизайне под конкретного оператора, и он будет работать. То же самое с горящими турами. Это очень просто, вы можете менять поисковик хоть каждый день, что невозможно ни на какой другой платформе, ни с каким другим готовым сайтом. Есть у нас некоторые планы на будущее. Мы хотим расширять список всех сервисов туристических, с которыми мы работаем. На данный момент каталоги стран, курортов и отелей у нас более интересны для крупных проектов, потому что они свои собственные, требуют наполнения. Частично они у нас наполнены, мы постоянно наращиваем контент, но тем не менее, это работа очень большая, с которой стоит делать самому агентству, чтобы контент был уникальным. Для маленьких агентств мы планируем делать подгружаемые каталоги стран, курортов и отелей от тех же самых поставщиков туров, которые у нас представлены в поисковике. Будем делать новые дизайн-темы, возможно, будем заниматься ЖД и авиабилетами. Почему говорю «возможно», потому что я считаю, что это ненужный вид бизнеса на вашем сайте туристического. По стоимости текущей мини стоит 5999, опти 9999, макси 19999. Значит, все эти сайты работают на лицензии 1S Bittrex Start, она стоит 4900. Кроме того, необходимо оплатить лицензию твоего поисковика, который вы выбираете, да, там, слетать, брони и так далее. Цены у них постоянно меняются, постоянно какие-то акции идут, вам стоит зайти к ним на сайт и договориться о цене, обычно там в разделе тарифы все написано. Вот, для того, чтобы работал сайт, вот этих платежей достаточно. Вы можете скачать сайт на сайте Bittrex в разделе Marketplace. Если вы представите веб-студию, вы не веб-программист, и не знаете, как его установить себе на домен и хостинг развернуть, вы можете обратиться к нам за помощью в этом вопросе. Мы устанавливаем сайт на ваш домен и хостинг, делаем резервную копию за 5000 рублей. А также мы оказываем услуги по контенту вашего сайта, поможем его наполнить, делаем редизайн и так далее. Хочу обратить ваше внимание на то, что, тоже ссылочки себе пришлем, для вашего удобства, как программистов, так и контент-менеджеров, мы записали видеоинструкции всевозможные на все случаи жизни, как работать с админкой, как установить наш сайт, развернуть его для программистов, как поменять платформу поисковика на сайте. Все эти ссылочки мы сейчас в чат предоставим. Пожалуйста, смотрите эти мануалы, они очень полезны, и я уверена, на большинство вопросов, которые у вас возникают, как чем пользоваться, вы найдете там ответ. У меня все. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите, задавайте. Хотя я вот в чате их не вижу. Коллеги, пожалуйста, задавайте вопросы. Спасибо большое. Морис Доклад. Очень сам с удовольствием послушал. Артем, если будут вопросы, вы мне их, может, в скайпе пишите, потому что я упорно не вижу в чате в своей панели. Секцию questions вы не видите, да, сейчас? Нет, почему-то не отображаю. Давайте я, может быть, несколько зачитаю просто тогда. Давайте. Только-то, если можно, конечнее, да, потому что время у нас уже. Значит, какие методы предлагаете для поддержания веселого настроения туриста в современных условиях? Такой вопрос. Это не риторический вопрос, да? Ну, я думаю, что он может, да. Считается, ну, честно говоря, ситуация действительно на туристическом рынке сейчас очень тяжелая, но она будет, скорее всего, усугубляться. Но, ну, как здесь поддержишь настроение? Тем не менее, русские туристы едут отдыхать. Это я хочу сказать, да, самое основное. Ну, как поддержать? Конечно, цена сейчас является основным. И, в принципе, насколько я знаю, наши замечательные партнеры из Турции и Египта прикладывают усилия для того, чтобы, в общем-то, скачка пропорционального курса доллара не происходило. И это, наверное, самое приятное. Вот, этим, в общем-то, и радуется. А также своими сервисами дополнительными, своими личными улыбками. Что тут еще поделаешь? Даже не знаю, что я комментирую. Таких вопрос. Ну, да, наверное, вопрос тоже в эту же гущу. Акцент на привлечении, вот, высказывает мнение Дмитрий, что в текущих условиях необходим акцент на привлечении и удержании туриста и потенциального клиента. Да, ну, вот, я думаю, что это действительно разумный комментарий. Контентов сейчас никого не удивить. Нужно больше заботиться о клиенте и сделать так, чтобы клиенты оставались такими на всю жизнь. И будут обращаться. Ну, это да. Ну, в целом, я здесь просто хочу отметить, что просто пожелать удачи, да, тем, кто слушает на сейчас туристическое агентство, потому что для них действительно сейчас период такой на выживание. Очень тяжелый. Берегите своих клиентов, действительно, да, то есть заботитесь там об оптимизации расходов, все что угодно, в том числе и по сайту связанным. Мне кажется, мы сегодня вам много полезных советов в данном направлении дали, да. Вот. Ну, потому что действительно сейчас надо приложить все усилия для того, чтобы, в общем-то, вам вырасти, окрепнуть, и столько прочее, и мы все вам технологически готовы, конечно, помогать. Угу. Ну, остальные вопросы, на мой взгляд, по ходу, вы на них уже ответили в своем презентации, и по поиску туров, и по дизайну. Вот. Поэтому я, наверное... Тем не менее, все вопросы, разумеется, мы передадим. Вот. Я думаю, что вы лично потом сможете еще раз общаться с коллегами, обсудить. Да, коллеги, вы заходите на наш сайт, интернет-клиент.ру, там есть контакты, там есть другие ссылки на YouTube с другими нашими курсами, в том числе по продвижению. Турагентств у нас был большой курс год назад, аж 8-часовой именно по продвижению, да. Вот. На сайте ссылочку сейчас тоже сейчас разместим, туркурс.интернет-клиент.ру, вот, по всем методам, причем как это сделать самостоятельно, вот опять-таки в помощь турагентствам, да, то есть, если у вас сейчас тяжелое положение, вы не можете кого-то нанимать, пожалуйста, но время есть, вы можете это сделать сами. Вот. Очень много полезных материалов, заходите, смотрите и обращайтесь. Если что. Спасибо. Ну что ж, еще раз поблагодарим Марию. Я думаю, что этот доклад вас зарядил на создание таких решений и на бизнес в этой сфере. Ну что ж, нам нужно двигаться дальше, чтобы соблюсти рамки временные. Я переключаюсь на свой монитор. Ну что ж. Видно ли изображение? Ну, должно быть видно. Ну что ж, после доклада про, собственно, специфику бизнеса, про сайты турагентств, я постараюсь представить некоторые особенности платформы 1S Bittrex, которые наверняка покажутся вам интересными и действительно помогут в работе с этим сайтом, в привлечении клиентов, в удержании клиентов, что, несомненно, сейчас очень важно. Пару слов о платформе 1S Bittrex. Может быть, слушатели не все еще знакомы, не все сталкивались с нашими продуктами. Компания 1S Bittrex занимается разработкой платформы для сайтов и интернет-порталов с 2003 года. Многократно лауреат премии Рунета. Очень много интернет-проектов создано. Ну, на самом деле, лидирующая платформа сейчас на российском рынке. Во многом благодаря, мы считаем, комплексному подходу, когда делается ставка не просто на там базовую функцию на управление контентом, но и закрываются одновременно в этой платформе множество самых разных задач, тем не менее связанных с вашим сайтом. Это и безопасность, и мобильность, и производительность сайта, отказоустойчивость, работа с клиентами, очень много сервисов и модулей включено, чтобы владелец сайта получал такое комплексное решение. Очень много сайтов уже работает на платформе, но всегда мы гордимся крупными e-commerce проектами, показывающие, опять же, о возможностях платформы, о масштабируемости ее. Если вдруг среди вас, среди слушателей есть представители крупных компаний, возможно, вы заинтересуетесь и обратитесь к нам, чтобы мы больше вам рассказали о нашем опыте работы с крупными клиентами, в том числе и в сфере туристического бизнеса. Ряд крупных операторов имеют сайты, то есть это не именно отдельные сайты турфирм, а именно сайты крупнейших операторов, созданные на платформе 1SBitrix. Ну, я сходу просто нашел сайт Sunrise Tour, готовясь к презентации, работает на платформе 1SBitrix. Ну, опять же, как уже было сказано, разумеется, какие-то сервисы внутри портала вы можете подключать. Это может быть не обязательно сервис, разработанный на базе нашей платформы. Если поставщик какого-то сервиса, того же поиска туров, предлагает хорошие условия и хорошо, как правило, интегрируется с вашей платформой, то можно его использовать. Таким образом, в нашей линейке есть решение как от небольшого платформы, для небольшого бизнеса и для крупных компаний. Ну, если говорить о туристическом бизнесе, соответственно, для сайтов конкретных турагентств до крупнейших сайтов туроператоров. Как я уже сказал, разнообразие модулей, которые содержат в себе платформа, позволяют решать задачи и по управлению контентом, и по организации продаж туров, например, через интернет непосредственно на сайте, и обеспечению возможностей коммуникации с посетителями, ну, и многообразия сервисов и служб для стабильной и успешной работы интернет-проекта. Ну, как мы уже с вами поговорили, и в предыдущем докладе Мария, в принципе, очень много рассказала про сам сайт, про его структуру, про его оптимальное, скажем так, оптимальное построение, поэтому я, наверное, не буду здесь особо вдаваться в то, как строить сайт турфирмы, это немножко не та тема, на базе нашей платформы можно построить любой сайт с любой структурой, с любым наполнением и дизайном. Я, наверное, буду обращаться к некоторым интересным моментам, которые вы для себя можете отметить, то есть чем платформа, собственно, сама по себе может помочь. Ну, первая задача, которую решает, собственно, сама система управления сайтом, термин content management system или система управления интернет-проектом, она до сих пор, этот термин до сих пор используется, поэтому контент-редактором платформы предоставляет многообразие инструментов по, собственно, управлению вашим сайтом. Ну, то есть, открыв сайт, наверняка вы подключите не просто поиск туров, как уже было сказано, но и вы создадите разделы, страницы, структуру, чтобы рассказать о вашей компании, представить ее, показать отзывы клиентов, показать основные туристические направления, с которыми вы работаете. Возможно представить какие-то комплекты туров, которые вы считаете могут интересным заинтересовать, да, то есть или это сезонные какие-то направления и так далее. Одним словом, на вашем сайте будет контент, будет структура сайта, меню, разделы, страницы и какой-то набор динамического контента, которым нужно управлять. С точки зрения управления сайтом, платформа позволяет вести работу с контентом непосредственно на сайте. Там, где вы видите контент, там вы можете с ним работать. У меня не совсем здесь, может быть, туристические скриншоты, скажем так, с туристического сайта, заранее извиняюсь, потому что, ну, как уже было сказано, платформа 1SBitrix – это универсальная система. У нас есть несколько готовых решений под разные отрасли. Мы очень плотно акцентируемся на интернет-магазинах, вот имеем несколько стандартных решений в составе коробки. Но, как уже было сказано, из нашего каталога сторонних приложений, из Marketplace, вы можете ставить уже адаптированное под какую-то сферу сайта, ну, в частности, под туризм. Ну, общие принципы остаются неизменными. Для администраторов, для контент-редакторов на вашем сайте доступна панель управления, которая находится сверху сайта, и с помощью нее владелец, контент-менеджер, может выполнять операции со страницами, с разделами, с блоками на сайте. Ну, давайте я попытаюсь продемонстрировать некоторые моменты. Я установил из Marketplace некоторые триал-версию сайта. Не обращайте внимания на конкретный сайт. Вот, собственно, панель управления, которая у меня появилась вверху, авторизовавшись на сайте, я ее вижу. И переключая в режим правки наш сайт, я могу теперь редактировать страницы, разделы, меню, просто подводя к ним мышку. Ну, например, вот если есть список стран, вот опять же я могу подвести мышку, нажать «Изменить элемент», и откроется карточка, собственно, этого элемента, где я могу внести корректировки и какие-то правки. Если у меня разделы компании с контактами, да, я могу, соответственно, подвести мышку и изменить страницу в редакторе, тем самым, внеся изменения непосредственно в этот контент. Соответственно, мне не требуется куда-то заходить в админку, вот изменения, которые я внес, они появились. Общий принцип, собственно, контекстного управления, он платформой изначально заложен, вы можете этим пользоваться. Для контент-редактора, для вас это означает минимизация, опять же, времени на обновление контента сайта. Такой интерфейс ускоряет управление контентом, непосредственно по месту управляете, то есть не нужно все время переключаться в административную панель, возвращаться обратно на сайт, выполняете все там, где вы видите контент. Все диалоги появляются над сайтом, и после сохранения вы также изменения видите на сайте. Еще один момент, который хочется отметить, это отмена последнего действия. Не стоит бояться контент-менеджеру или неопытному сотруднику, даже, может быть, владелец сам может внести корректировки какие-то. Если что-то вдруг, что-то пошло не так, всегда можно вернуть, отменить изменения и вернуться к первоначальному виду. Опять же, все это ускоряет знакомство с системой, пропадает какой-то страх, что если что-то не так, то все сломается. Нет, всегда можно нажать кнопочку, ссылочку и отменить это действие. Для работы с сайтом, для работы с изображениями в продукты встроен специальный модуль медиабиблиотека, поскольку вы наверняка в новостях, в каких-то горячих предложениях будете использовать какие-то стандартные наборы картинок, видеороликов или чего-то еще. Соответственно, вы можете занести эти данные в медиабиблиотеку, категоризировать их и в дальнейшем использовать при добавлении новостей и другого контента на ваш сайт. По медиабиблиотеке доступна рубрикация, то есть вы можете, например, сгруппировать по странам какие-то изображения, по тематикам, например, зимний отдых, летний отдых, активный отдых и прочее. И использовать этот медиаконтент, опять же, это ускоряет сохранение контента на сайте. Ну и еще один момент, тоже хотел отметить в управлении контентом, это автосохранение всех форм, которые вы заполняете. Если вдруг при внесении изменений на сайт у вас прервется соединение с интернетом, если у вас возникнет какая-то ошибка неизвестной природы, ничего страшного, то есть изменения, которые вы уже ввели в форму, но еще не сохранили, они также, системы будут запомнены. И вот вы, воспользовавшись этим диалогом, восстановить автосохраненное значение сможете вернуть. Таким образом, механизм позволяет выполнять все действия достаточно быстро. Еще раз подчеркну, это ускоряет намного работу менеджера с сайтом. Безусловно, в системе управления есть административная панель, где вы можете работать с контентом, работать с новостями и с другими сервисами сайта без каких-либо ограничений. Соответственно, вы можете открывать любой набор контента и работать с ним здесь. Ну, а большинство операций, которые чаще всего используются контент-менеджером на сайте, они отображаются в этой панели. Создание страниц, разделов, управление меню, структурой сайта, настройками каких-то блоков. Вы это можете делать все непосредственно в публичной части. Ну что ж, давайте пойдем дальше. Посмотрим, какие еще есть особенности. Ну, опять же, как мы уже сказали, сайт на платформе 1S-Bitrix может быть любым. Все зависит от дизайна, который вам нарисуют специалисты, от дизайна, который вы пожелаете видеть. Будь то меню расположено справа, слева, вверху сайта. Это совершенно не важно для платформы, всегда это можно реализовать. С точки зрения управления контентом в платформе существует большой функционал, мы называем его информационные блоки. Фактически это большой такой конструктор баз данных, который позволяет вам на сайте размещать, ну, фактически любой тип контента. Это могут быть новости, статьи, каталоги туров, товаров, услуг. Это могут быть какие-то иерархические справочники, ну, например, справочники туров, опять же, сгруппированные по направлениям, по каким-то атрибутам, да. То есть фактически это универсальное хранилище, универсальная база данных, которые вы можете сохранять в любой контент. С точки зрения разработчика мы предоставляем все инструментарии. При создании сайта вы определяете, какой контент вы будете сохранять, какими он будет обладать атрибутами. Ну и в дальнейшем с этим контентом организуется работа в публичной части сайта. Навигация по этому каталогу, по этим каталогам, поиск, фильтрация данных и так далее и тому подобное. Наверное, сейчас то, что я рассказываю, интересно, если вы создаете какой-то большой проект, где, например, будете хранить какую-то все-таки большую базу туров и не будете пользоваться внешними сервисами. Либо, например, вы создаете сайт, собственно говоря, такого турагентства, это тоже реализуемо, где вы вот этот каталог большой туров и направлений можете реализовать с помощью информационных блоков. Но, тем не менее, даже если вы подключаете внешние сервисы, все равно на вашем сайте будут новости, все равно на вашем сайте будут какие-то основные направления, каталог стран, в которыми преимущественно вы занимаетесь. Может быть, какой-то каталог отелей, с которыми у вас есть договоренность или чаще всего вы отправляете туристов туда. Тем не менее, опять же, все это реализуемо, можно использовать. На базе информационных блоков реализуется каталог товаров. Собственно, информационный блок – это может быть не товар, это может быть какая-то новость, да, но информационным блоком может быть и какой-то каталог товаров или бы услуг. Отличие каталога в том, что у элементов будут доступны цены, будет доступна возможность приобретения данного элемента на сайте. Соответственно, что здесь мы предлагаем с точки зрения платформы? Различные алгоритмы ценообразования. Каждый элемент, например, каждый тур может иметь многообразие цен. Вы можете иметь розничную цену, доступную обычным покупателям, оптовые, дилерские цены. Если вы делаете туристический портал B2B, то вы можете делать несколько типов цен, и турагентства будут работать с вами по какой-то ценовой колонке. Поддержка разных единиц измерения, но, опять же, это более интересный интернет-магазинам. Поддержка торговых предложений – это когда у вас фактически одна карточка товара представляет собой вариативность товаров. Ну, например, один тур, но который можно купить в многообразии вариаций. Опять же, там разные виды питания, разные перелеты и многое другое. Платформа изначально включает в себя такой механизм, и можно этим пользоваться при создании, опять же, каталога предложений на вашем сайте. Продажа наборов и комплектов товаров позволяет вам предлагать, например, если мы говорим о турах, это может быть комбинированные туры. Например, тур плюс перелет или тур плюс какие-то еще услуги дополнительные. Вы можете предлагать как готовый набор, который клиент может поменять. Или комплект, который включает в себя, то есть клиенту предлагается как один товар, но на самом деле он включает в себя многообразие позиций. Региональность, многоязычность, мультивалютность – все эти вещи заложены в платформе. Ну, собственно, про комплекты я уже сказал кратко. Да, у нас презентация больше адаптирована для интернет-магазина, но, тем не менее, в сайтах турфирм, я думаю, что комплекты тоже применимы, когда вы фактически можете клиенту предложить унифицированный товар, но при этом у вас в системе это будет забито как наборы каких-то товаров. Сайт туристического агентства, безусловно, должен предлагать какую-то графическую информацию, медиа-контент – это очень важно. Я уже сказал, медиагалерея, но еще очень важно эту информацию предоставлять на сайте в удобном виде. Так, например, в карточке товара или в обзорах каких-то вы можете использовать фотогалерею. Специальный модуль предназначен для публикации фотографий. Здесь, на самом деле, мы поддерживаем для владельцев сайта и контент-редакторов множество сервисов. Это массовая загрузка изображений, базовую обработку изображений, например, поворот, масштабирование фотографий, автоматическое нанесение водяных знаков. И, соответственно, такой фотографический контент вы можете вводить на сайте в любом месте. Это может быть отдельный раздел с фотогалереями, например, отзывы ваших туристов, они могут публиковаться. То есть даже поддерживается многопользовательский режим, когда не только вы публикуете, но и юзеры могут загружать на ваш сайт какой-то контент. Это может быть фотогалерея к новости, фотогалерея к туру какому-то и так далее. Опять же, все это содержится уже в платформе. Очень многие сайты сегодня обеспокоены задачей повышения конверсии. И туристический бизнес здесь не исключение, тем более, что маржинальность в бизнесе не такая высокая. Очень важно предлагать покупателям то, что они хотят. На самом деле, платформа 1SBitrix, наверное, первая, мы просто не знаем примеров других платформ, включила в себя специальный сервис персонализации. Наверняка вы сталкивались в интернете, слышали о сервисах, которые персонализируют контент сайта в зависимости от пожеланий или профиля пользователя. Такой сервис у нас включен тоже в платформу, называется 1SBitrix Big Data. Мы его специально позиционируем как инструмент, который позволяет вам, как владельцу сайта, предоставлять посетителям персонализированный контент в зависимости от его предыстории, от его пользовательских предпочтений, назовем это так. Механизм работает примерно следующим образом, я кратко постараюсь описать. Мы собираем огромное количество данных со всех сайтов, в том числе вы можете разрешить сбор данных и на вашем сайте. При этом мы обязуемся не передавать эти данные между другими сайтами, то есть данные будут актуальны только для вашего сайта. Это посетители, которые на вашем сайте смотрят туры, например, если у вас доступна покупка на сайте, они могут положить в корзину какой-то тур или сделать заявку, тем самым проявив свой интерес. Например, заинтересовавшись каким-то туром, мы сохраняем это предпочтение и сохраняем примерный профиль, то есть какие разделы страницы этот человек посмотрел на сайте, чем он, в принципе, заинтересовался. И, используя эти данные, вы можете, например, для следующего посетителя, который заходит вам, ну, после того, как система обучится, она накопит данные, система сможет предложить ему набор, например, туров, которые более подходят под его предпочтение. Происходит это в автоматическом режиме, мы даем универсальные компоненты для этого. Например, вот здесь скриншот с интернет-магазина, когда человек заходит на сайте и тут же получает персональное предложение. То есть мы фактически ассоциируем его профиль, этого пользователя на основании большого массива данных с профилями других пользователей, которые заходили на этот сайт, и что их ранее интересовало. Если, соответственно, похожесть в профилях пользователей найдена, то мы считаем, что его могут заинтересовать те же самые товары, либо туры на вашем сайте. Таким образом, можно существенно повысить конверсию путем персоналифицированного контента и подачи материалов. Такие блоки персональных предложений вы можете размещать на главной странице сайта, в карточке товара, в списке туров. Вы можете это делать на странице результатов поиска туров, например. В продукте есть API, можно дорабатывать вот эти блоки персональных рекомендаций, например, что-то убирать из этого блока, что вы считаете неправильным и так далее. Ну, например, если человек находится, например, в каталоге в Египте, но не показывать его персональные рекомендации из других стран. Хотя это может, наоборот, быть интересно. В детальном вы можете найти информацию на нашем сайте по этому сервису. Вот такой функционал мы предлагаем. Идем дальше. Поиск. Поиск по сайту. Опять же, наверное, особый интерес на сайте туристического фирмы представляет свой поиск туров. Но уже Мария достаточно подробно рассмотрела эту тему, я не буду повторяться. Подключаете внешний сервис, внешнего поставщика и с помощью него ищите. Если же вы на сайте ведете собственную базу данных, туров, стран, предложений уникальных, то, пожалуйста, вы можете использовать встроенную систему сайта в платформе, встроенную поисковую систему. И она будет также работать. Да, вы видите форму поиска в шапку сайта или в меню и предоставьте возможность, опять же, использовать этот поиск. Если вы уже выстроите крупный сайт и планируете все-таки предоставить клиентам собственную базу туров, допустим, вы решили делать уникальный сервис, например, поиск туров по России, сейчас эта тема востребованная, то вы можете, тем не менее, эту задачу решить с помощью нашей платформы. Не так давно мы встроили в систему фасетный индекс или фасетный поиск, что позволяет даже при наличии огромных массивов данных, например, миллионы товарных предложений, миллионы туров, вы тестировали на миллионов объектов, достаточно быстро производить поиск. Фасетный поиск означает, что система предварительно на основании атрибутов поиска, по которым потенциальный клиент будет производить, собственно, будет искать ваши туры, принастроит индекс специальный поисковый, и, несмотря на огромное количество товаров в каталоге, поиск будет выполняться очень быстро. Ну, как вы вот видели, в Яндекс.Маркете, например, есть умный фильтр, вы там выбрали какую-то галочку, поставили, например, телевизоры FullHD поставили галочку, у вас мгновенно выскочили результаты, мгновенно вы перешли к результатам этого поиска. Это работает фасетный индекс. Собственно, такую возможность мы предлагаем в нашей платформе, это интегрировано в информационные блоки, и вы можете построить такую базу. Что это означает для вас, как владельца сайта, если вы строите похожую систему? Это означает, что ваши посетители будут практически мгновенно получать на туры, которые подходят под его требования, даже при наличии огромного каталога товаров. Какой еще функционал может быть интересен на вашем сайте, и который мы рекомендуем сделать, и для которого есть уже готовые решения в платформе? Это многообразие сервисов коммуникации с покупателем. Разнообразные отзывы. Отзывы о туров, отзывы о вашей компании вы можете предлагать клиентам. Вы можете действительно предлагать возможность оставить отзыв, и, например, после какой-то модерации вы его опубликуете на сайте. Функционал встроен в платформу, просто нужно его настроить и использовать. Отзывы о туров, отзывы о странах. Одним словом, можно отзывы фактически к любому контенту прикреплять. E-mail рассылки. И в последних версиях мы существенно доработали функционал e-mail рассылок. Весной мы представим новую версию принципиально, где появятся также триггерные рассылки. Например, после того, как клиент заказал тур на вашем сайте, через неделю ему придет какая-нибудь триггерная рассылка о том, например, как воспользоваться предложением. Ну, не знаю, все что угодно вы можете здесь разместить. Если он сделал заявку, например, ему через пару мгновений придет письмо о том, что спасибо вам за выбор нашей компании, мы обязательно свяжемся. Вот такая-то информация важная, с которой мы рекомендуем ознакомиться и так далее. Анкетирование опроса. Ну, если вы желаете, можете поставить форму опросников на сайте и собирать какую-то информацию. Онлайн-консультации. Вы можете подключить из Marketplace сервисы онлайн-консультантов. Это не функционал платформы, но есть множество интегрированных с нашим платформой сервисов. Заказы обратного звонка, форумы и так далее. Для того, чтобы оставить отзывы, для того, чтобы прокоммуницировать с вашей компанией, вы можете реализовать авторизацию на сайт из сервиса популярных социальных сетей. Чтобы люди не выдумывали логин и пароли, не регистрировались на вашем сайте. Что, опять же, будет препятствием для того, чтобы они быстро оставили отзыв, поделились информацией. Вот, опять же, есть штатный функционал внешней авторизации из популярных социальных сетей и внешних сервисов. Ну, вот пример рейтингов и комментариев. Можете добавить комментарии к товару, к туру. Причем можете оставить комментарии и на страничке в Фейсбуке. Такой функционал тоже есть. И, конечно же, функционал рейтинга. Система рейтингования в платформе очень мощная. Вы можете к турам, к специальным предложениям, к направлениям тоже прикрутить эти рейтинги. И пользователи, ну, опять же, если вы создадите трафик на сайт, люди будут заходить, они могут поставить какую-то свою оценку. Стандартные поставки, отзывы, предложения по компании, по работе, например, по менеджерам. Вы можете организовать в виде такой всплывающей формы. Слева будет такая область отзыва, предложения. При нажатии на нее открываться будет вот такой интерфейс, где вы можете добавить ваш отзыв, оценить компанию, поставить оценку. Ну, и другие пользователи могут также подтвердить, либо, например, сказать, что отзыв был полезен, либо не полезен и так далее. Ну, и очень важно, что вы отработаете этот отзыв, напишите свой комментарий профессионально. Даже если был какой-то негатив, отработайте и создайте впечатление о компании, которая очень внимательно относится к клиентской обратной связи. Модуль «Есть идея» позволяет немножко расширить этот функционал. Но люди могут публиковать какие-то идеи и оформлять предложения по улучшению работы или по, например, открытию новых направлений. Из сервисов коммуникации мы также можем предложить специальный модуль, фактически встроенная система Helpdesk для клиентов. Например, тех уже существующих клиентов, которые у вас приобрели туры, которые как-то взаимодействуют с вашей компанией. Вы можете принимать запросы через сайт, по e-mail, по телефону, на форуме, сводить их в тикеты, в обращения, организовывать время реакции на эти обращения, назначать ответственных сотрудников, которые будут вести обработку. Ну, опять же, если у вас достаточно большая компания, если у вас много клиентов, и они через сайт, например, в личном кабинете могут писать какие-то замечания, вопросы, и ваша компания будет отрабатывать. Самое главное, что такая система позволяет очень внимательно вести отработку таких ситуаций, контролировать ответы, контролировать просрочку ответов, ну и в целом устраивает клиента, ответ не устраивает. В общем, вы можете посмотреть этот модуль, очень интересен. Контекстная реклама. Контекстная реклама не совсем это, собственно говоря, речь о платформе. Безусловно, вы будете рекламироваться в сервисах контекстной рекламы в Яндекс.Директе или AdWords. Что мы предлагаем? На самом деле, фактически в платформу не так давно была встроена собственная система, которая интегрирована с этими сервисами. То есть создавать объявления в Яндекс.Директе и в Google AdWords вы можете прямо в административной части вашего сайта. Причем не просто создавать объявления в каком-то универсальном интерфейсе, похожем на Яндекс. Вы можете формировать рекламную кампанию по каждому товару или по каждому туру или специальному предложению, который у вас размещен в каталоге. Если у вас есть каталог товаров, если у вас каталог туров, в карточке каждого тура вы можете сделать рекламное объявление по этому товару, либо туру, либо специальному предложению. Можно связать ранее созданное объявление с этим товаром, например, если вы создали новый тур, но подходит старое объявление. Подбирать ключевые слова, стоп-слова, которые будут блокировать показ этого объявления в Директе. Возможность выбирать стратегии показа баннеров, управлять бюджетом. Одним словом, вот такой комплексный инструмент, очень тесно интегрированный с каталогом вашего сайта. Ну и самое главное, забыл сказать, самое главное, что вы сможете, опять же, оценивать эффективность. То есть непосредственно в... Если у вас товар, например, пропадает из каталога, ну, например, вы делаете его неактивным, автоматически рекламная кампания на Яндекс.Директе или Google AdWords будет остановлена. Что существенно сэкономит ваши средства, да. Очень важно, например, для интернет-магазинов такая система вот работает. Товар кончился на складе, завершили у вас, кончились туры в Египет, в Турцию, например, все раскупили в сезон. То по этим направлениям вы уже не даете рекламу. Ну, не знаю, такая ситуация возможна. Или, может, все равно лучше давать рекламу, там что-то альтернативное подберете. Но это уже задача бизнеса, уже не сайта. Вот. Ну, вот такой очень удобный сервис мы предлагаем. Ну, и, конечно, очень многое сделано с точки зрения поисковой оптимизации. В карточке каждого товара, в карточке тура или специального предложения вы можете... Или, например, страны, куда вы отправляете клиентов, вы можете сделать поисковую оптимизацию. Есть вкладка SEO. Там вы запишите ключевые слова, метатеги, описания для поисковика, заголовки H1, всякие H6, правильные заголовки браузера, которые будут появляться при открытии этого товара в браузере. Ну, и, соответственно, все связанное с этим продвижением. Что очень важно, для вашего контента, для вашего, точнее, SEO-оптимизатора, с которыми вы будете работать, вы сможете дать ему права на работу с этими метатегами. И он, например, не будет иметь прав на редактирование каталога. То есть вы даете ему права только на SEO-оптимизацию, он будет редактировать заголовки, и вы не будете беспокоиться, что он там что-нибудь не так поменяет. Ну, для SEO важен еще вопрос генерации сайтмэп, особенно для Гугла. В последних версиях мы позволяем автоматизировать, опять же, этот процесс. Поддержание качественного сайтмэп все SEO-оптимизаторы считают очень важным критерием для успешного продвижения. Ну, и очень важно не просто один раз генерировать карту сайта, сайтмэп, и отдать его в поисковик. Очень важно постоянно поддерживать актуальность при добавлении новых разделов, при добавлении новых товаров, туров в каталог, да, или направлений, по которым вы отправляете туристов. Сайт будет автоматически учитывать эти изменения и перестраивать карту для поисковых машин. Но, опять же, вы отдаете им актуальную информацию, поисковая система считает ваш сайт надежным поставщиком информации и максимизирует его в рейтинге. Если вы на сайте организуете все-таки покупку туров, наверное, здесь не очень удачный скриншот про заказы, историю заказов, в платформе, ну, поскольку мы очень плотно занимаемся именно интернет-магазинами, у нас отдельное направление, разумеется, вы сможете организовать на сайте прямую покупку тура. Ну, а почему нет? Почему нет? В принципе, если у вас есть какое-то пакетированное предложение, и вы знаете точно его количество, пожалуйста, я думаю, что нет проблем обеспечить возможность положить этот товар в корзину, или этот товар, еще набор товаров, оформить заказ, указать данные получателя и даже оплатить его на сайте. Для этого все модули у нас есть. Ну и, собственно, предоставить клиенту личный кабинет, в котором он сможет отследить историю заказов, статус обработки и так далее. Оплату на сайте можно произвести безналичным способом, можно подключить к системе набор шлюзов, которые будут принимать электронные деньги. Мы рекомендуем для скорости работы подключать Яндекс деньги, поскольку, ну, фактически, эта система закрывает с собой все возможные и удобные платежи, которые сегодня актуальны в интернете. Это и электронные деньги, это и Яндекс деньги, это и кредитные карты и так далее. Все, что требуется от вас, как владельцу этого бизнеса, владельцу сайта, это заключить договор с поставщиком платежных услуг, настроить шлюз в платформе, который соединяется с этим сервисом, то есть ввести туда те данные, которые вам сервис предоставит, секретные ключи и так далее, вагины, пароли, и ваш сайт сможет принимать оплату уже безналичным способом, и клиенты могут оплатить. Что еще можно отметить по вашему сайту? Безусловно, это мобильность. Мария уже сказала о возможности сделать сайт адаптивным. Обязательно подумайте о ваших мобильных клиентах. Для этого достаточно просто открыть Google Аналитику или Яндекс Метрику и посмотреть мобильный трафик, который приходит на ваш сайт. Я думаю, что вы порой будете удивлены, узнав, что этого трафика может быть 20, 30, а то бывает и 40, 50 процентов. И, конечно, в этом случае иметь адаптированную для мобильных устройств версию – это не прихоть, это фактически вопрос жизни и смерти вашего сайта, вопрос эффективности вашего бизнеса. обязательно выпускаете либо нативную, извините, либо responsive верску, да, собственно, адаптивный дизайн, который автоматически адаптируется под планшет или смартфон, с которого заходит посетитель. Либо вы можете выпустить отдельную мобильную версию сайта, бывает так, что ее проще поддерживать, нежели чем адаптив. И еще одну возможность мы даем всем нашим клиентам – это выпустить мобильное приложение для вашего интернет-проекта. Мобильное приложение, которое ваши потенциальные клиенты могут установить себе на смартфон и тем самым под рукой всегда иметь ваш сайт, ваши предложения, например, ваши контакты для каких-то ситуаций могут воспользоваться им, например, будучи за границей, в отпуске, задать вам вопрос какой-то, ну, или решить какие-то другие вопросы. Существует у нас специальная технология, называется 1S-Bitrix мобильное приложение. Если у вас есть подобная задача, то вам не потребуется нанимать отдельных разработчиков, писать приложение для iOS, для Android. Фактически вы можете обратиться в вашу веб-студию, которая вам делает сайт, и они на базе обычных технологий, на базе Bitrix, на базе HTML5.css соберут вам вот это мобильное приложение, интегрированное с вашим сайтом. Ну и для вас, как для владельцев сайтов, существует специальное мобильное приложение, бесплатное, Bitrix Admin называется. Оно доступно в App Store, в Android, в Google Play для Android-устройств. Вы сможете его скачать, подключить к своему сайту, указав адрес, и смотреть, например, некоторые данные по сайту, список заказов и другие данные, которые потребуются вам для администрирования. Если мы, например, говорим о списке заказов, которые поступают на сайте, то можно всегда посмотреть данные клиенту, телефон контактный, обработать этот заказ, созвониться, поменять статус. Ну, собственно, вне зависимости от того, где бы ни находились вы или ваш менеджер, который занимается работой с клиентами. Активный маркетинг. Безусловно, как уже было сказано в вопросе, который задавали коллеги, сегодня уже недостаточно просто сделать сайт, просто дать возможность искать туры, просто дать возможность работать с отзывами, посмотреть отзывы вашей компании или посмотреть какие-то преимущества, которые вы даете. Очень важно всегда быть как бы впереди конкурентов, давать какие-то интересные предложения. Ну, чаще всего это речь о каких-то маркетинговых акциях, промо, которые ваша компания будет предлагать и тем самым повышать лояльность ваших клиентов. С точки зрения платформы 1С Битвик, здесь мы даем достаточно универсальный инструмент по построению маркетинговых активностей, маркетинговых скидок, акций, промо, каких-то мероприятий. Это могут быть самые разнообразные маркетинговые скидки и предложения. Подарки, например, купи тур, получи что-то в подарок, например, какую-нибудь скидку на билет. Купи определенный товар, получи другой в подарок. Скидки на оценки на оплату-доставку, если вы доставляете, например, купон какой-нибудь или что-то еще. Скидки на, например, комплексную закупку, то есть покупаете, не знаю, тур свыше 100 тысяч рублей, вам еще скидка и так далее и тому подобное. Большой конструктор позволяет вам генерировать самые разнообразные маркетинговые акции и предложения. Например, при оплате банковской карте на сайте вы даете 3%, например, скидку на тур или что-то в этом духе. С помощью специального мастера настройки вы просто указываете условия скидки, например, применить что? Скидку либо на оценку в таком-то размере, в процентах, к турам, например, или к товарам, удовлетворяющим таким-то условием. Например, туры в Египет, сделанные на ближайшие несколько дней. Ну или другой набор условий, только горящие путевки, только что-то еще. И при выполнении условий платежная система равно банковской картой. Соответственно, система автоматически в корзине предоставит скидку 3%. Еще один вариант, более расширенный. Скидка 10% в понедельник, среду, пятницу при оплате банковской карты и сумме заказа от, например, такой-то суммы. Опять же, применить действие указывается, применить скидку 10%, указывать условия. Ну здесь условия, все условия, можете конкретный список указать. При выполнении таких-то условий, как видите, мы указываем 3 условия, объединенные по ИИ. Конструктор логически также доступен, вы можете здесь комбинировать ИИ или не, и другие вещи. Общая стоимость товаров превышает или равна такую-то сумму. Платежная система равно банковской карты. День недели равно понедельник, среду, пятница. Не знаю, можно фактически любую гипотетическую ситуацию представить, которая может быть обработана системой скидок. Кроме этого, есть функционал накопительных скидок, например, функционал баллов каких-то. То есть, например, вы покупаете на этом сайте постоянно или заказываете в этой туристической компании туры и накапливаете какое-то количество баллов, в зависимости от которых у вас следующий заказ будет со скидкой 3-5%. Все вы знаете, все имеете подарочные карты, какие-то скидочные карты, которые магазины делают в рамках программы лояльности. Аналогичной системой можно назначать бонусы при оплате и другие инструменты. В административной части сайта вы сможете посмотреть все заказы, которые, или заявки, можно их так назвать, если вы не планируете напрямую покупку на сайте, это могут быть заявки. Заявка на тур, например, то есть человек набрал какие-то примерные туры, отправил вам заявку. Фактически для системы это заказ, он сформирован, вам пришло уведомление о том, что на сайте создан новый заказ, если у вас на мобильном телефоне установлено приложение Bittrex Admin, то вам пришло пуш сообщение о том, что создан новый заказ. В административную часть вы переходите с сайта, видите там всю историю заказов, весь список заказов, информацию по каждому заказу, информацию по клиенту, кто это, например, если пришел покупатель, который ранее у вас на сайте был зарегистрирован, уже покупал, вы видите, какая у него накопительная скидка, какая персональная скидка, список купонов, которые он применял на сайте, например, у вас может быть скидка по купону, ввел на сайте слово «Сочи», получил скидку на отдых в Красной Поляне в феврале, условно. Когда был последний заказ, какой у этого покупателя средний чек, ну и также вы можете отследить, что у него еще было в корзине, какие туры он, например, для товара у вас ранее просматривал, и что ему порекомендовала система персонализации Big Data. Вот такие данные мы даем в административной части. Ну и, собственно, состав его заявки, состав его заказа, общая стоимость, промокоды и скидки, которые вы можете ему назначить. Что очень важно? Очень важно работать именно с этой клиентской базой, которая у вас уже ранее покупала и оставляет заявки на сайте. Наверняка у вашей компании существует какая-то система, CRM, где вы храните историю взаимоотношений с вашими клиентами. Компания 1SBITREX также предлагает решения для работы с клиентской базой. Это может быть облачный сервис BITREX24 либо коробочное решение, опять же, BITREX24, которое вы можете установить внутрь компании. Но для небольших, средних компаний мы рекомендуем облачный сервис, потому что его развернуть очень легко. Соответственно, в этой CRM-системе вы можете работать со списком лидов, контактов, обрабатывать все звонки, сохранять данные, переписки с этими клиентами и так далее и тому подобное. Ну, то есть, речь идет о том, о накоплении клиентской базы, о сохранении всей истории контактов с этими клиентами и так далее. Ну, и за счет интеграции, опять же, сайта на 1SBITREX с CRM-системой вы можете организовать очень интересную схему по автоматическому обмену данными. Таким образом, каждый новый заказ или каждая новая заявка на вашем сайте будет автоматически падать в CRM-систему, будут передаваться все данные покупателя, все данные клиента, ну, и в CRM-системе вы, соответственно, сможете уже с этими данными работать. Позвонить клиенту, связаться, есть там встроенный сервис телефонии, например, записать пожелание, уточнить какую-то информацию, отправить ему через CRM коммерческое предложение, предложение на тур, вот, и далее, далее отслеживать это клиента, дожимать его до покупки и в итоге строить там воронку продаж, отчеты и другие действия. Одним словом, здесь вот другой продукт, другая презентация на самом деле, но просто скажу, что у нас есть такая возможность. Продукт позволяет работать с существующей клиентской базой с помощью e-mail рассылок. Да, это могут быть автоматизированные персональные рассылки, это могут быть рассылки, например, в случае брошенной корзины, да, или рассылки, предложение какой-то бонуса, да, при случае брошенной корзины. Предложение скидки при длительном просмотре товара на сайте, ну, это планируется, весной выйдет. Ну, и персонифицированную рассылку по сегментам, к которым вы отнесли покупателей. Также весенний релиз, например, если покупатель у вас интересовался какой-то там направлением туристическим, то вы можете, связанно с этим направлением рассылки, автоматически рассылать таким клиентам. Это все я рассказываю про стандартные возможности платформы. Разработчик может вам предоставить какие-то интерфейсы по работе с этими сервисами в публичной части сайта, то есть оформить специально удобный механизм корзины, сделать возможность заказа, ну, а вы с этим сможете уже дальше работать. Дополнительные возможности, которые будут интересны вам, это многосайтовость, возможность платформы создавать несколько сайтов на базе одной копии продукта. Например, вы создадите два туристических сайта по разным направлениям. Отдых за рубежом, отдых в России, я не знаю там, или какие-то промо-сайты вы можете делать, и все вы будете управлять из одной административной части. В этом случае у вас будет единая админка, единая система управления, единая система авторизации, покупки, там, не знаю, интеграции с платежными системами и прочее, прочее, прочее. Вы получите такой универсальный инструмент. Производительность и масштабирование. Безусловно, быстрая работа сайта сегодня является ключевым условием от того, что на нем оставались клиенты. Если сайт работает медленно, конверсия резко падает, поисковые машины пессимизируют позиции такого сайта в выдаче. Об этом неоднократно заявляли все представители Яндекса и Гугла, заявляли, что данные факторы учтутся в ранжировании. Ну и, конечно, долгое время отклика сайта – это ухудшение, скажем так, поведенческих параметров пользователя на сайт. То есть люди просто быстро заходят, смотрят пару страниц и быстро уходят с сайта. Поведенческие факторы плохие, сайт пессимизируется в выдаче, а поисковики этого сейчас отлично отслеживают. Ну, наверное, несколько моментов я здесь опущу. Не всем просто это, наверное, потребуется. Огромное число инструментов в платформе существует, как для небольших, так и для крупных проектов. Например, для крупных проектов мы предлагаем специальный модуль управления масштабированием, где вы можете разносить сайт на несколько серверов, масштабировать его, разделять нагрузку, балансировщик ставить. Например, у вас будет два сервера обрабатывать запросы и, например, несколько баз данных, кластер баз данных, который также будет являться, скажем так, между ними будет балансировка нагрузки, то есть часть запросов будет идти на один сервер, часть на другой. Ну и в случае падения какого-то сервера у вас всегда будет наличие другой работающий сервер, на который можно перенести нагрузку, и тем самым сайт будет работать без всяких простоев. Система мониторинга. Ну, действительно, простой крупного сайта, если это говорить о крупном туристическом сайте, например, с которым работают компании и другие турагентства, может стоить очень дорого его владельцам. Потери могут быть в миллионах рублей. Вот поэтому модуль WebCluster, который мы предлагаем в редакции Enterprise, позволяет масштабировать проект на любое количество серверов, обеспечивать отказоустойчивость, высокую доступность сайта и так далее. Для обычных пользователей, для малого-среднего бизнеса интерес может представлять возможность облачного бэкапа. То есть ваш сайт может система автоматически зарезервировать в облаке 1S-Bitrix. То есть для осуществления резервного копирования есть несколько условий, которые чаще всего рекомендуется соблюдать. Это регулярное резервное копирование в автоматическом режиме. То есть у вас должна быть всегда актуальная резервная копия сайта на случай непривиденных ситуаций. И желательно, чтобы эта копия хранилась не на этом же сервере, что и находится сам сайт. Причина понятна. В случае падения этого сервера вы потеряете и сайт, и бэкап, который вы сохранили. К сожалению, практика показывает, что многие владельцы сайта пренебрегают этим условием и сохраняют все яйца в одной корзине. Компания 1S-Bitrix предложила решение сразу на уровне платформы этой ситуации. Встроенный сервис резервного копирования. Мы предлагаем каждому сайту определенный набор, определенную емкость дискового пространства в облаке 1S-Bitrix. И, соответственно, вы можете в автоматическом режиме производить бэкап вашего сайта в нашу облаке и в случае чего потом восстанавливать его опять же из облака 1S-Bitrix. Владельцу сайта очень важно понимать, насколько быстро отвлекается его проект, насколько он доступен. Очень неприятно, когда, например, вам звонят клиенты и говорят, что что-то у вас сайт не работает, мы не смогли зайти, не смогли найти тур. Очень печально, если вы будете узнавать об этом от ваших клиентов. Опять же, опережая вот такую ситуацию, компания 1S-Bitrix предлагает специальный сервис, называется он «Инспектор сайта». Это облачный сервис, который мы бесплатно даем всем клиентам нашей платформы. И с помощью этого сервиса мы в автоматическом режиме проверяем доступность вашего сайта. Из двух географических точек производится проверка. Мы фиксируем, работает сайт или нет. Кроме этого, фиксируем несколько других потенциальных проблем. Например, проверяем срок делегирования домена вашего сайта. Очень часто забывают продлить и банально можете потерять домен. Это страшная ситуация, обязательно следите за этим. Хоть доменный регистратор вам и посылает уведомления, но, например, если у вас почта не работает, вы можете его просто пропустить. Опять же, инспектор сайта напомнит, если у вас кончаются домены. И нужно его продлить. Проверяет срок действия с сертификата на ваш сайт. Опять же, если вы делаете заявку через сайт или заказ на сайте с оплатой, это все принято делать сейчас через SSL-соединение защищенное. И, опять же, срок действия сертификата нужно обязательно проверять, следить за тем, что он не будет просроченным, иначе просто не будет доверия к вашему сайту. Соответственно, если что-то не так, обязательно система вам будет уведомлять по электронной почте по умолчанию. И если у вас установлено мобильное приложение Bittrex Admin, то мы еще вам пришлем уведомления. Ваш сайт не работает, и вы тут же сможете подопнуть вашу эксплуатацию, ваших системных администраторов, чтобы они решили эту проблему. То есть впервые платформа сайта снабжена, встроена системой обычного мониторинга. Ну вот как раз скриншоты здесь идет мобильного приложения, в котором, видите, проблемы с доступностью сайта такого-то указаны. Вот второй скриншот. И самое главное, что у вас будет общий отчет еще, сколько у вас было простоев за месяц, и вот даже в деньгах он как-то прикидывает, сколько вы могли потерять за время этих простоев. Очень любопытный отчетик. Ну и помимо серверной производительности существует очень много нюансов по поводу того, насколько быстро загружается сайт в браузере ваших посетителей. То есть представим ситуацию, у вас сервер расположен в Штатах, он очень быстро генерирует страницы, ну сама платформа оптимизирована под работу с высокими нагрузками, здесь вы можете быть спокойны совершенно. Мы выдерживаем высокие нагрузки, успешно работаем на небольших хостингах, даже в ограниченных ресурсах. Просто можете взять демоверсию, поставить, посмотреть, как она работает на вашем сайте. Если все правильно настроено, если окружение сайта корректно настроено, без ошибок, то платформа работает очень быстро. Но существует момент, что при быстрой работе сервера, при быстрой генерации страниц сервера, они могут достаточно долго доходить до браузера посетителей и долго в нем отображаться. Так, например, если ваш сайт расположен далеко в Штатах, клиент из России, ну, например, выбрали зарубежный хостинг или Amazon, по какой-то причине удобнее там вам было развертываться, вот, или финансовые причины, ну, хотя сейчас непонятно, имеет ли смысл, то просто скорость доступа к этому внешнему хостингу будет достаточно велика. Она может занимать там 0.3, 0.4, даже 0.5 секунд, пока контент дойдет по сети до браузера вашего посетителя. Соответственно, несмотря на быструю скорость генерации, клиент будет ждать. У него сайт будет такое ощущение, что открываться долго. Кроме этого, если на сайте достаточно большое количество графики, да, и опять же, она вся тянется с вашего сайта, то вся эта графика будет загружаться последовательно. Там у разных браузеров есть ограничения по 6, по 8, например, картинок за раз одновременно, потом идет заново по 6, по 8 картинок. Вот, то есть время загрузки в браузер может быть тоже большое. Во-первых, что мы реализовали? Есть несколько технологий, которые позволяют ускорить именно загрузку страниц в браузер. Во-первых, в платформу встроена уникальная технология, мы назвали ее композитный сайт. Это запатентованная технология. Мы подали патент, получили патент на технологию, существенно ускоряющая скорость открытия сайта в браузере посетителя. Фактически здесь мы объединили достоинства полностью статического сайта. Знаете, раньше были сайты на что мыли. Они были просто статические, вот не было никакой динамики, они не задействовали базу данных. Но при этом скорость статического сайта объединена с всеми возможностями динамического контента, с управлением через CMS, управлением через систему управления сайтом. Если говорить кратко, то фактически мы сделали специальный кэш, который кэширует все страницы вашего интернет-проекта, максимально быстро отдает эти страницы в браузер посетителя. И при этом, если на страницах существовал динамический контент, например, блок персональных предложений или рекомендации по турам, зависящие от текущей сессии, то этот динамический контент асинхронно, очень быстро подгружается с сервера без, как бы, ну клиент этого не замечает. Ну вот, были тесты на скорость работы композитного сайта. Например, главная страница после ускорения до 224 раз открывалась быстрее, поскольку быстро отдавался закэшированный контент, то есть полностью главная страница отдавалась из кэша вся целиком. И асинхронно загружались несколько блоков персональных предложений на Ajax, запрашивали серверы актуализированные данные. В каталоге товаров мы тестировали до 73 раз, ускорялась загрузка страницы в браузер. Еще раз повторюсь, речь не идет о время генерации страницы, то есть полная генерация этой страницы динамической осталась на сервере прежней. Но за счет вот такого хитрого кэширования и быстрой загрузки страницы в браузер у клиента создается впечатление, что сайт открываться стал мгновенно просто. То есть скорость открытия достигает 0,2-0,3 секунд, то есть гораздо меньше 1 секунды. Это композитный сайт. Обратите внимание, когда заказываете сайт у наших партнеров, у разработчиков или тестируете решения в маркетплейсе, чтобы эти решения поддерживали композитный режим, поддерживали вот эту технологию. Перевести на композит не так сложно, для разработчика это может занять там 1-2 дня максимум. Ваш сайт или готовое решение. Вот это я слайд пропущу. Расскажу про CDN. Опять же, платформа 1S Bittrex единственная, кто в себе содержит встроенную систему раздачи контента. Content Delivery Network, CDN-систему. Фактически облачный сервис, который позволяет клиентам быстро скачивать контент вашего сайта с ближайших к нему серверов. Что это означает? Это означает, что графика, стили, скрипты с вашего интернет-проекта будут распределены по множеству CDN-серверов. Мы сотрудничаем с компанией CDN-видео сейчас. У этой компании десятки серверов по всему миру. Десятки серверов по нашей стране. И ваш контент автоматически будет как бы попадет на вот эту группу серверов. Это будет означать, что ваш посетитель будет загружать теперь контент не с вашего сервера. И все посетители не будут одновременно мучить ваш сервер. Они будут загружать контент с ближайшего к ним сервера сети CDN. То есть, если посетитель вашего сайта находится в Владивостоке, то он автоматически загружит всю графику, все стили и скрипты с сервера в Владивостоке. А клиент из Москвы, с ближайшего к нему сервера, их несколько в Москве, с ближайшего к нему сервера в Москве. Во-первых, за счет снижения скорости доступа к этим удаленным серверам вы сэкономите. То есть, графика подгрузится быстрее. Ну, а во-вторых, поскольку ваш контент будет загружаться сразу с нескольких ресурсов и с вашего сервера, а картинки с другого сайта, то общее время загрузки, опять же, будет минимизировано, потому что браузер с разных сайтов загружает информацию быстрее. То есть, вот иногда мы вдумаем, почему там сайты крупных социальных сетей или крупных сайтов открываются очень быстро. Да, они очень сильно используют CDN. Очень-очень плотно. Они сохраняют там не только графику, они сохраняют там контент, страницы, видео. И вы грузите этот контент с ближайших местоположений к вашей текущей локации. С точки зрения платформы 1SBitrix, все, что вам нужно, это поставить галочку и нажать кнопку «Сохранить». В админке сайта есть опция ускорения сайта CDN. Указываете подключение этой опции, указываете ограничения, там некоторые можно указать в настройках, и фактически все. Ваш сайт автоматом подключен к системе CDN, и вы можете мерить ускорение загрузки уже по факту. Данный сервис входит во все редакции платформы. Вы просто подключаете, и каждой редакции мы даем какой-то набор трафика, какой-то объем трафика достаточно для того, чтобы эта система функционировала. Ну вот были тесты, до 30 и даже до 200% с точки зрения посетителя сайта ускорялась загрузка вашего сайта в браузер. Опять же, без ускорения сервера. То есть мы все говорим сейчас с вами о клиентской производительности. Ну и финально, последней версии мы предоставили посетителям, точнее, владельцам сайта информацию о том, как быстро вообще загружается сайт глазами посетителя. Меряем специальным счетчиком скорость загрузки в браузер, и, во-первых, говорим вам, насколько это быстро по пятибалльной шкале, от очень быстро до очень медленно. Ну вот здесь есть градация, открытие, да. Но при этом самое главное, показываем вам, на чем именно у вас происходит задержка. Ну, например, скорость генерации вашего сайта на сервере составила 0,5 секунд. Ну, в принципе, неплохой показатель. Но задержка DNS, задержка загрузки в браузер, задержка графики и так далее, с него очень много времени, в итоге ваш сайт загрузился за полторы секунды и перешел в раздел небыстро. Это означает, что вам нужно поработать вот с этими компонентами. Или наоборот, вы увидите, что, например, CDN вам не дает особого прироста, вы можете его отключить. Ну, бывает и такое, там, единицы процента бывает. Или наоборот, включаете CDN, у вас существенная скорость сайта повышается. То есть вот такой калькулятор и инструментарий обратной связи по скорости загрузки вашего интернет-проекта уже встроен в платформу, вы можете этим пользоваться. Что очень важно, все эти данные рассчитываются именно глазами посетителей. То есть счетчик стоит на сайте, и мы меряем для последней тысячи посетителей общую статистику, насколько он быстро открылся с момента, как клиент нажал на ссылку и перешел на ваш сайт, например. С момента подачи запроса до фактического момента отображения сайта в браузере. Очень много я рассказываю про скорость. Действительно, это очень важный компонент, поэтому, ну, и у нас есть, что здесь рассказать и что предложить нашим клиентам. Так, ну что ж, время у нас очень поджимает. Давайте я уже заканчиваю. Безопасность вашего сайта. Очень важно тоже заботиться о том, чтобы сайт был защищен и устойчив к атакам. Здесь в платформе, опять же, встроено достаточно много компонентов. Ну, за нехваткой времени я уже сейчас не буду детально про каждый рассказывать. Просто перечислю основные. Это проактивный фильтр защиты от атак. То есть мы смотрим за всеми данными, которые пользователи вводят на вашем сайте в формах, в анкетах обратной связи, в поиске и препятствуем, например, каким-то деструктивным запросам. Бывает так, что существуют SQL-инъекции, бывают, существуют атаки типа XSS. Опять же, мы анализируем все данные, все переменные, которые являются входящими для вашего сайта, для системы управления. Даже если разработчик вашего сайта допустил какие-то ошибки с точки зрения безопасности, ну, например, не проверил данные, поступающие от пользователя, проактивный фильтр это сделает как бы в дополнении, да, то есть защитит вас от даже некомпетентности разработчика. Web-antivirus будет отслеживать наличие вставок вирусов в странице сайта. Это происходит обычно, когда взламывают не сам сайт, а, например, хостинг или крадут пароль банально. То есть злоумышленники крадут пароль, это можно сделать тысячи способов, и как бы взлома сайта не было, просто зашли через другую дверь. И сайт в итоге будет заражаться вирусом, как правило. Это означает, что все посетители вашего сайта будут получать потенциальную загрузку с вирусом. Если, например, у него не обновлен браузер, не обновлена операционная система, этот вирус может загрузиться и в итоге попадет на компьютер вашего клиента. Ну, для вас это чем? Печально. Во-первых, ваш сайт, скорее всего, поисковики вскоре забанят. Ну, то есть они увидят, что сайт раздает вирусы и, соответственно, сможет вырезать вас из поисковой выдачи либо предупреждать ваших клиентов о том, что сайт распространяет заразу. Ну, для вас это ничем хорошим закончиться не может. В конце концов, вы потеряете и позиции, и репутацию, и вообще не сможете работать. И даже если такая ситуация произошла, даже если заражение произошло не через платформу 1SBITX, мы вас уведомим, отправим вам письмо и самое главное, вырежем вот этот код вставки вируса из итогового HTML, который отдается в браузер посетителя. То есть заражение произошло, вы об этом будете знать, но ваши посетители этот вирус уже не смогут получить. То есть ни ваши посетители, ни поисковики. То есть мы это запрепятствуем. Ну, дальше не буду рассказывать, почитайте на сайте. Очень много компонентов, инструментов. Итак, давно мы прошли новую сертификацию в стек и получили актуальные обновленные сертификаты на последней версии нашей платформы. Ну, соответственно, государственная сертификация. Очень важно сейчас в текущих условиях иметь вот такой сертификат. Для вас это определенная гарантия, опять же, защищенности системы. На этом заканчиваю. Заказать сайт вы можете у наших партнеров, вы можете заказать сайт туристической фирмы в компании интернет-клиенты, можете обратиться к другим партнерам нашей компании. На нашем сайте вы можете найти их в списке партнеров. Очень много студий, агентств предлагают свои услуги на этом поприще. Ну, если у вас есть собственные программисты, можете попытаться создать самостоятельно. Препятствий к этому нет, но, опять же, рекомендую обращаться сразу к профессионалам, чтобы избежать ошибок. Как уже говорила Мария, всегда подумайте над тем, стоит ли проходить разработку сайта с нуля. С уникальным дизайном, с уникальной структурой и контентом, либо воспользоваться готовым решением. Готовое решение существенно ускорит вам запуск проекта. Вы уже через несколько дней получите работающий сайт, настроенный, с импортированными сервисами, поиска туров и другими. Вам останется его за пару, там, тройку недель наполнить контентом, все вылизать, вычистить, а может даже быстрее, и запустить его, уже начать работать фактически. Давать рекламу в Яндекс.Маркет, в Яндекс.Директ, заниматься продвижением сайта, ну и, в общем-то, работать с вашими клиентами. Поэтому всегда об этом думайте. Возможно, готовое решение окажется действительно той волшебной золотой пулей, серебряной пулей, которая заговорилась уже, которая позволит вам быстро стартануть и снизить издержки. Ну, платформа 1С Битрикс является коммерческой системой, безусловно, она распространяется на платной основе, но, давайте я открою наш сайт, вы можете посмотреть цены. Достаточно большая вариация цен, которая позволит вам построить решение вне зависимости от текущего бюджета. От небольшого сайта, сайта-визитки, на котором вы можете рассказать о вашей компании, на котором вы можете представить основной контент, основное направление, подключить сервис поиска туров внешний, вы можете сделать хоть на редакции старт. 4900 рублей, отличная стоимость лицензии, ну и плюс еще, например, купить решение нашего партнера, там, 5000 и выше они идут. Вот, то есть 10 тысяч, вы можете уже начать бизнес фактически, да. Если вам на сайте потребуются инструменты коммуникации, и, пожалуйста, редакция стандарт. 13900 рублей, там будут доступны отзывы, форум, опросы, рассылки и некоторые другие сервисы. Редакции малый бизнес. Бизнес вам потребуется, если вы будете строить продажи на сайте, делать корзину, удобный каталог, всякие там вещи с оплатами и прочее. Ну, редакция эксперт еще есть, это для, наверное, более крупного уже туристического сайта, в котором требуется максимальный набор сервисов, аналитики, там, отчеты и так далее. Пожалуйста, выбирайте редакцию, посмотрите готовое решение от наших партнеров, ну и поставьте демонстрационную версию в разделе скачать, вы можете скачать триал-версию продукта управления сайтом, поставить его на свой компьютер, оценить скорость работы, посмотреть функционал и принять решение уже о приобретении. Кстати, на триал-версии можно протестировать и решение наших партнеров. То есть, вы можете поставить триал-версию нашей платформы и запросить у партнеров триал-версию, например, решения сайта турфирмы, компании, интернет-клиент, например. Вот, и ознакомиться уже с демо-версией и принять решение о том, подходит ли это вам, сможете ли вы сами разобраться или потребуется дальнейшее действие. Для крупного бизнеса, если есть здесь такие представители, мы предлагаем 1SB-Trix Enterprise, там уже другие ценники, другие гарантии, это поддержка вендора, это сопровождение проекта, проектирование с нами архитектуры, ну и прочие-прочие вещи, которые важны и необходимы для построения крупного, отказоустойчивого и нагруженного проекта. Наш девиз, думайте о бизнесе, а мы подумали о технологиях, вот, поэтому наша задача дать вам действительно универсальный инструмент, с помощью которого ваш сайт будет развиваться, вы сможете расти в бизнесе, но при этом никогда не будет ситуации, когда платформа вам будет ограничивать это развитие. Да, учитывая, что на Bitrix сделаны и крупные сайты, и небольшие, вы всегда можете знать, что с ростом вашего бизнеса вы сможете подключать новые сервисы, давать новый функционал вашим клиентам, заниматься интернет-маркетингом, заниматься персонализированными акциями, отличаться от конкурентов и так далее. Ну, а наша задача фактически вам давать просто переход на новую редакцию, если это потребуется, и вы будете получать новый функционал. Ну, что ж, на этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Несколько вопросов всего было. Да, я, конечно, не обращался к секции вопросов, поэтому, если они у вас все-таки оставались, вы можете сейчас их задать, я постараюсь быстро на них ответить. Расскажите подробнее о поиске по каталогу туров, организованному с помощью информационного блока. Сергей спрашивает. Ну, смотрите, если вы планируете на вашем сайте организовать собственный каталог туров, все-таки, да, несмотря на то, что внешние поставщики дают сервис. Вы это делаете на базе модуля информационных блоков. Вы создаете каталог туров, определяете характеристиками, которые обладает тур. Ну, например, это страна, город, там, тип какой-нибудь, отель, вариации. Фактически создаете базу данных. То есть у вас будет набор туров и набор справочников, по которым вы эти туры будете классифицировать. Будет какой-то рубрикатор, будет какой-то рубрикатор отелей, типов размещения, стран, там, не знаю, и прочих, да, моментов. Вы создаете такую универсальную базу данных. Ну, а, соответственно, далее в продукте есть компоненты фильтра, фасетного фильтра отборов. И вы клиентам дадите возможность фильтраться. Например, найти туры, выбрал страну, да, выбрал способ размещения, указал количество, там, взрослых детей, указал даты и, соответственно, будет производиться поиск по этой базе данных. Поэтому, если у вас есть такая задача, я очень рекомендую просто обратиться к нам, мы проконсультируем вас. Если крупный проект такой идет, лучше все эти моменты обсудить, чтобы построить все максимально эффективно. Доступны ли комплекты в редакции Start? Нет, в редакции Start, к сожалению, комплекты недоступны, но там есть модуль информационных блоков, он полностью вам доступен, вы можете его использовать, строить. Фасетный индекс доступен, насколько я помню, с редакции, он вообще входит в модуль информационных блоков, если я не ошибаюсь, поэтому нам даже с редакции Start его можно использовать. Ну, как правило, его используют в редакциях малый бизнес и бизнес. Ну, речь идет о каталоге, когда, да, то есть когда идут цены, поэтому, конечно, имеет смысл говорить о фасете именно в редакциях малый бизнес и бизнес. Ну, что ж, пока вопросов нет. Еще раз спасибо вам за внимание, надеемся, что информацию, которую мы с вами сегодня услышали, будет вам полезна. Спасибо большое компании Internet Client, спасибо большое за доклад, тематический доклад про построение сайтов туристического бизнеса. Ну, а по нашей платформе вы можете найти информацию на нашем сайте, просмотреть другие вебинары, посмотреть документацию, видео, уроки, не знаю, там, почитать блог, форум, приходите на наши очные семинары, будем рады вас видеть и ответить на вопросы по продукту. Спасибо большое вам за внимание. Еще раз повторяю, что запись презентации мы выложим на нашем сайте, она будет доступна. Вы сможете к ней вернуться, ну, и если какие-то вопросы останутся, еще раз нам их задать. Хорошего вам дня, всего доброго, хороших вам интернет-сайтов и отличного отдыха.